бурно. Однако у аэрокосмических специалистов, сопровождавших группу, были потрясенные лица. У профессора Кауфмана, специалиста из Роскосмоса и Российской инженерной академии, чуть не отвисла челюсть от удивления. Посмотрев на это чудовище, Грудев вздохнул. Даже не верится. Это ваш корабль? Цуэца. Лучо улыбнулся. Его можно назвать кораблем, но мне кажется он больше похож на лодку. Академик Кауфман, стоявший рядом с Грудевым, не мог не спросить. Такой большой, как вы собираетесь отправить его в космос? Многие китайцы, стоявшие рядом, занервничали, поскольку это касалось конфиденциальной информации. Министр Ян хотел перевести разговор в другое русло, но Лучоу ободряюще посмотрел на него. Лучоу посмотрел на академика Кауфмана полного фанатизма и ответил. Мы делаем три запуска. Сначала запускаем командный модуль, потом модуль хранилища и, наконец, двигатель. После чего стыкуем их в космосе. Российский эксперт был поражен. Стыковка космических аппаратов самая сложная часть. Чем больше компонентов приходилось стыковать, тем больше был риск. Все еще технологии допускали стыковку лишь двух компонентов. Но сейчас Лучоу говорил ему, что у Китая есть технология стыковки трех частей. Такое потрясло даже Грудева. Не могу поверить, что ваша технология запуска так далеко ушла. Грудев посмотрел на корабль. На нем используется ионный двигатель. За ионным двигателем будущее. Для полетов в открытый космос не нужна тонна тяги. Единственное преимущество традиционных ракет их начальная стартовая тяга. Грудев и академик Кауфман обменялись потрясенными взглядами. Министр Ян из Министерства торговли кошлянул и улыбнулся. Завершим на этом осмотр сборочного центра. Здесь есть много выдающихся компаний, которые с нетерпением ждут встречи с вами. Да, мы и правда потратили тут довольно много времени. Грудев улыбнулся. Тогда, министр Ян, не могли бы вы показать нам и другие компании? До конца осмотра Грудев больше не проявлял никакого интереса. Эксперт, стоявший позади него, тоже особо не удивлялся. Хотя было еще много отличных компаний, ни одна из них не стояла на уровне старской течнологы. У некоторых из них были огромные заводы, но им не хватало технологий. А другие же обладали новаторскими технологиями, но им не хватало размаха, чтобы отойти от роли поставщика частей. Однако благодаря этому Грудев испытал облегчение. К счастью, старской течнолога единственный. Если бы существовали две компании, обладающие самыми современными возможностями в области исследований и разработок, то аэрокосмическая промышленность Китая стала бы слишком пугающей. Во время оставшейся части экскурсии Лу Чжоу не сопровождал российскую делегацию. Однако вечером в отеле на Пурпурной горе состоялся банкет. Будучи главным конструктором, Лу Чжоу появился традиционный китайский банкет. Хотя Лу Чжоу сидел за одним столом с Грудевым министром Яном, он мало разговаривал во время еды. Он не особо хорош в общении на официальных мероприятиях. Пока кто-нибудь не проявлял инициативу и не начинал разговор с ним, он не говорил. Вместо этого он сосредоточил большую часть своего внимания на вкусной еде, стоявшей перед ним. Грудев, который утром посетил старской теченолога, обратился к нему. Мне всегда было любопытно. Аэрокосмическая промышленность никогда не являлась сильной стороной Китая, но вы быстро развиваетесь в последние годы. Можете ли рассказать нам, как вы этого добились? Лу Чжоу не пытался уклониться от ответа. Он ответил. Выбрал направление и старался изо всех сил. Грудев беспомощно развел руками и поднял бокал с вином. Это немного абстрактно, не могли бы вы уточнить? Все зависит, как интерпретировать это. Лу Чжоу чокнулся бокалами с Грудевым. Под направлением я подразумеваю выбор реалистичной цели. Эксперты, работающие с нами, являются превосходными учеными. С их помощью я решил множество проблем. Тогда что вы подразумеваете под старанием изо всех сил? Это означает иметь достаточное финансирование, а это ответственность государства. Ответил Лу Чжоу. Грубо говоря, сосредоточиться на важных задачах и правильно распределять ресурсы. Прямо сейчас основными проблемами аэрокосмической отрасли являются коммерциализация, а также масштабирование производства. Мы уже решили проблему производства, поэтому дальше идет коммерциализация. Мы должны сотрудничать с другими компаниями и пытаться направить частные инвестиции в отрасль. Сначала масштабировать производство, а потом коммерциализация. Грудев улыбнулся. Но разве это не нарушает объективные законы рыночной экономики? Тут как на это посмотреть? Лу Чжоу улыбнулся. Королева Испании профинансировала экспедицию Колумба. Соответствует ли это законам рыночной экономики? Интересный вопрос, но это другой случай. Есть ли между ними связь? Конечно. Конечная цель аэрокосмической промышленности выйти за пределы нашей Родины и расширить наше пространство, по сути, то же самое, что и открытие нового континента. Лу Чжоу отпил немного вина. Рынок катализатор экономического развития, но не все развивается по законам рынка. По крайней мере, не в мире математики. Ха-ха-ха, ваше мнение весьма интересно. Грудев сделал глоток красного вина и улыбнулся. Если у вас появится время, хочу пригласить вас посетить Россию. Уверен, что российские ученые будут рады подробно обсудить с вами данный вопрос. Лу Чжоу улыбнулся. У меня определенно появится время. Я планирую посетить международный конгресс математиков в следующем году. Если вы правда приедете, то мы обязательно устроим для вас грандиозную встречу. Банкет продолжался. Поскольку Лу Чжоу не прекращал есть, он довольно быстро наелся. Не выдержав, что Грудев все время пытается поговорить с ним и постоянного прожигающего взгляда академика Кауфмана, Лу Чжоу вежливо сказал, что ему нужно в ванную и покинул банкетный зал. Наконец он мог передохнуть от этого шума. Лу Чжоу медленно прошел в ванную и умыл лицо, после чего вышел на балкон отеля. Он много раз бывал в своем отеле, здесь проводилось ежегодное собрание его компании. Еще в университете его приглашали сюда на праздничный банкет, поэтому хорошо знал тут все. Балкон на пятом этаже выходил прямо на Пурпурную гору, во время осеннего заката открывался просто потрясающий вид. К сожалению, сейчас было уже 8 часов вечера и тут лишь холодный ветер. Лу Чжоу хотел избежать шумного банкетного зала, поэтому он хотел убить здесь немного времени. Когда он сел на скамейку, к нему подошел официант отеля с меню. Хотите что-нибудь заказать? Мокко, пожалуйста. Хорошо. Официант кивнул и записал в своем блокноте. Как только собирался сказать что-то еще, внезапно он услышал сбоку от него китайский с русским акцентом. Текилу Санрейс. К Лу Чжоу подошла и села напротив русская девушка с светлыми волосами по плечи. Она посмотрела на официанта и мягко напомнила. Пожалуйста, не забудьте лед. Хотя зима еще не наступила, ветерок на балконе был довольно прохладным, поэтому довольно необычно пить холодные напитки в такое время. Хорошо. Официант посмотрел на красивую блондинку, потом посмотрел на Лу Чжоу и заметив, что тот не возражает, кивнул. Пожалуйста, подождите. Официант сложил меню и покинул балкон. Лу Чжоу посмотрел на странную девушку, сидящую напротив него. Он предположил, что она член русской делегации. Он собирался спросить ее имя, но она заговорила первой. Похоже, я не единственная, кто не выносит шум банкета. Кто ты? Виктория. Мой отец член делегации. Блондинка протянула руку и сказала. Приятно познакомиться. Хотя Лу Чжоу понимал, что она знает, кто он такой. Он все равно представился. Лу Чжоу, профессор математики. Викторию позабавили слова Лу Чжоу. Она поправила пальцем волосы и спросила. Просто профессор математики? Лу Чжоу развел руками. Я также немного занимаюсь физикой и химией. Виктория ухмыльнулась. Ты забавный. Думаю, ты занимаешься гораздо большим. Да, возможно. Лу Чжоу посмотрел на подошедшего официанта. Твой коктейль принесли. Спасибо. Виктория взял свой коктейль и сделала глоток. Мой китайский не очень хорош. Я начала изучать его только три месяца назад. Твой уровень весьма неплох для того, кто учился лишь три месяца. Для русских тяжело освоить китайский. Достигнуть такого разговорного уровня за три месяца не просто хорошо. Без преувеличения можно назвать такие способности гениальными. Очевидно, Виктория не просто ваза. Пока Лу Чжоу оценивал ее, девушка делала то же самое, но не делала этого столь очевидно. Она говорила с Лу Чжоу так, словно он ее хороший друг. Неужели меня похвалил гений? Гений. Я. Лу Чжоу улыбнулся и покачал головой. Я не гений, просто работаю немного усерднее других. Также. У меня есть система. Но это не мой врожденный талант. Виктория улыбнулась. Ты слишком скромный. За одну жизнь ты сделал больше, чем большинство людей могут сделать за 10 жизней. Подобного не достичь лишь усердием. Возможно, но кто знает, что может случиться в будущем. Виктория улыбнулась. Я изучала экономику в МГУ и посещала несколько лекций по функциональному анализу. У нас часто можно услышать, как наши профессора хвалят твои математические способности. Это большая редкость для русских. Мы редко хвалим других за их математические способности. Ты изучала математику? Совсем чуть-чуть. А что, ты удивлен? Виктория ухмыльнулась. Лучоу кивнул. Да, я не ожидал встретить здесь кого-то, кто говорит тем же языком, что и я. Рада слышать. Мне также очень любопытен твой исследовательский проект. Или скорее мне интересно, что за проблема интересует гения. Виктория сделала глоток своего коктейля, оставив на бокале отпечаток красной помады. Может ты расскажешь? Ты уверена? Ты хочешь услышать о моем исследовании? Лучоу с радостью бы поговорил с ней. В конце концов, до окончания банкета оставалось еще два часа. Лучоу посмотрел в ее полное любопытство глаза и улыбнулся. Буду только рад. Грудев понимал, что академик Лу не очень хочет с ним разговаривать. Большинство ученых замкнутые люди. Особенно те, кто занимается теоретическими исследованиями. Как правило, они не любили разговаривать с поверхностными людьми. Будучи чиновником и дипломатом, Грудев знал это. Что касается того, почему он продолжал пытаться поговорить с Лучоу, как бы он иначе дал шанс своей дочери. Он клялся, что это точно не попытка продать его дочь. С точки зрения отца, хотя профессор Лу иностранец, он определенно считался квалифицированным мужем, намного более квалифицированным, чем москвичи, которые целыми днями пьют. Так получилось, что его дочь все еще не нашла себе подходящего партнера, поэтому почему бы ему как отцу не помочь. Однако, часто все шло не так гладко, как планировалось. Он думал, что его план идеальный, но он недооценил Лучоу. После окончания банкета Виктория вошла в гостиничный номер с усталым видом. Грудев посмотрел на уставшую дочь и спросил. Как дела? Ты встречалась с Лучоу? Да. Мы выпили на балконе. Грудев обрадовался. И как? Это функция Риммана. Что? Что это? Грудев нахмурился. Риммана что? Виктория выдавила улыбку и ответила. Мы говорили о дзета-функции Риммана в течение трех часов, но на него внезапно снизошло вдохновение, и он бросил меня. По крайней мере, он заплатил за мой счет. Она устала делать вид, что ей интересно то, что он говорит. Почему он не может поговорить о фильмах или музыке? Он довольно красив, но я бы умерла, если бы мне пришлось разговаривать с ним каждый день. Виктория посмотрела на своего отца и спросила. Папа, я уродина? Нет, дорогая, ты такая же красивая, как твоя мама в молодости. Я впервые усомнилась в своем обаянии. Она с сомнением посмотрела в потолок и что-то пробормотала себе под нос. Грудев не знал, как утешить свою дочь, поэтому вздохнул. Может, его стандарты слишком высоки. Хотя это было прискорбно, он ничего не мог поделать. Им не суждено быть вместе комната в библиотеке Принстонского университета. Вера толкнула дверь и ворвалась внутрь с радостным лицом. Наконец, она собралась и смогла сказать. Он работает над гипотезой Риммана. Малина сидела за столом и, не поднимая глаз, точно знала, какое у Веры сейчас озабоченное выражение лица. Статья на Арксив. Я уже видела, там нет ничего такого. Скорее, Малина поняла, что надо поспешить, как только увидела эту статью. Лу Джоу всегда решал все задачи, за которые брался. Даже задачи тысячелетия, как уравнения Навье, Стокса и Янга, Миллса, не оказались для него проблемой. Поскольку Лу Джоу стал научным столпом, он редко появлялся в математическом мире. Хотя он не принимал в научных конференциях, математическое сообщество не забыло о нем. Даже по сей день истории о нем все еще распространялись по Принстона. Не было сомнений, что Лу Джоу грозный соперник. Она столько лет пыталась решить эту гипотезу и, если Лу Джоу опередит ее, то она просто сойдет с ума. Малина. Малина посмотрела на Веру и растерянно моргнула. Что? Вера выдавила улыбку и спросила. Как думаешь, докуда он продвинулся? Малина посмотрела на покрасневшую Веру и переспросила. Откуда мне знать? Почему бы тебе самой не спросить его? У тебя же есть его почта. Я. Вера покраснела и отвела взгляд от Малины. Я еще недостаточно хороша для него. Хватит. Я больше не могу этого выносить. Малина встал и обнял Веру за плечи. Послушайте, мисс Пулюй, я знаю, что он парень твоей мечты, но пойми, что он наш враг. Ты не должна. Прежде чем Малина успела закончить, Вера оборвала ее. Он не мой враг. Глаза Веры горели решимостью. Ладно, я выражусь иначе. Малина немного подумала и сказала. Разве ты не поспорила с ним о филдсовской премии? Вера занервничала. Малина заметила это, ухмыльнулась и похлопала девушку по плечу. Постарайся изо всех сил. Если мы докажем гипотезу Риммана, мы получим 10 медалей. Вера затаила дыхание и сжала кулаки, бормоча про себя. Если я решу гипотезу Риммана, он заметит меня. Малина ободряюще посмотрела на нее. Верно, не только он, тебя заметит весь мир. Вера покраснела еще сильнее и посмотрела в пол. Нет, не надо всего мира. Достаточно только его. В мире математики не так много будоражащих новостей, поэтому новость, что Лучжоу начал исследовать гипотезу Риммана, считалась сенсационной. Все говорили о поисках профессора Лу доказательства гипотезы Риммана. От онлайн-форумов до Принстона, Лучжоу стал горячей темой. И не только студенты, профессора также обсуждали Лучжоу. Подобное и не ускользнуло от профессора Фиффермана, главы математического факультета Принстона. Пока Вера разговаривала с Малиной, профессор Фифферман пришел в кабинет профессора Делиня с распечатанной копией той статьи. Делинь сидел за своим столом. Когда Делинь услышал шаги, он поднял голову и посмотрел на распечатку в руках Фиффермана. Думаю, что у тебя в руках его статья Сарксив. Похоже, ты уже прочитал ее. Профессор Фифферман отбросил статью в сторону. Не ожидал, что ты так хорошо информирован. Я иду в ногу со временем, и начал пользоваться интернетом уже 20 лет назад. Профессор Делинь посмотрел на статью. Ты пришел сюда только ради этого? Что значит только для этого? Фифферман с недоверием посмотрел на друга. Разве не слышал о той легенде? Человек, который сможет решить гипотезу Риммана, станет бессмертным не только в абстрактном смысле, но и в буквальном. Эта легенда появилась очень давно, примерно в 19 веке. Французский математик Жак Адамар и бельгийский математик Валли Пуссин добились первого существенного прогресса в гипотезе Риммана, после чего дожили до 98 и 96 лет соответственно. Дожить тогда почти до 100 лет просто поразительно. Случившееся положило начало легенде, согласно которой человек, доказавший гипотезу Риммана, будет жить вечно. Конечно, это всего лишь шутка, но эта шутка жила уже столетия. Делинь фыркнул и ответил. Этой легенде более 100 лет. Теорема Бора и Ландау была гораздо более значимой, чем теорема Адамара. Если я правильно помню, они оба умерли в возрасте 60 лет. Ладно, ладно, бог заботится о всех. Фивферман улыбнулся и пожал плечами. Не будем о легендах, тебе не кажется, что его статья очень интересна. До официальных публикаций доказательств я воздержусь от комментариев. Фивферман улыбнулся. Я не прошу тебя комментировать, мне просто интересно, о каком пути дзета-функции Риммана с использованием функции X, он писал. Я провел кое-какие исследования и не нашел ничего интересного. Мне любопытно, как, по-твоему, он будет доказывать? Как ты думаешь, что он будет делать? Профессор Делинь посмотрел на него и ответил. Разве вы не работали вместе над уравнениями на Вье, с такса? Разве ты не знаешь его лучше? Я не очень хорошо его знаю, он привык работать один. После этого профессор Делинь вздохнул. Он вспомнил что-то из прошлого и ответил. Имея лишь идею нельзя доказать гипотезу Риммана. Я могу придумать с десяток идей о том, как доказать ее, но ни одна из них не дает мне надежды. Функция X довольно нова, но не уникальна. Раньше также пытались использовать ее. Профессор Фиферман кивнул. Он не первый раз услышал про использование X для решения дзета-функции Риммана. Он даже слышал, как люди говорили об этом в кафе. Он ученый, который хорошо разбирается в использовании методов и в их создании. Независимо от успешности применения функции X, уверен, что он сможет найти успешные методы, как метод групповой структуры. Не совсем. Профессор Делинь улыбнулся. Эта проблема беспокоит математический мир уже более полутора столетий. Вероятно, он создаст новый инструмент, который поможет нам понять дзета-функцию Риммана. После паузы он добавил, я с нетерпением жду следующего международного конгресса математиков. Профессор Фиферман сказал, он может и не приехать. Делинь покачал головой. Поверь мне, он приедет удачно убив время на балконе. Лучжоу заплатил за напитки, после чего сразу же отправился на стоянку и сел в машину. Возвращаемся домой. Хорошо. Ван Пын, сидевший за рулем, кивнул и повел машину. Лучжоу долго говорил о дзета-функции Риммана с девушкой, и хотя по большей части он говорил сам с собой, он все равно как-то смог получить от разговора вдохновение. Внезапно Лучжоу сказал, мне нужен инструмент. Ван Пын на мгновение впал в ступор. Какой инструмент? Не обращай внимания. Надо заехать в магазин? Лучжоу покачал головой и улыбнулся. Если бы только они продавали подобное в магазине. У Ван Пына было предчувствие, что если он продолжит спрашивать, то еще больше запутается от ответов Лучжоу. Поэтому он замолчал и сосредоточился на дороге. Вилла находилась недалеко от Пурпурной горы, и через 10 минут Лучжоу вернулся в свой закрытый район. Машина остановилась у входа. Сказав Ван Пыну, что тот мог не приезжать завтра, Лучжоу вошел в дом и поднялся по лестнице. Общими методами не решить функцию X. В прошлом тысячи людей пытались доказать эту гипотезу. Даже если идея может сработать, бесполезно рассматривать классические методы. Прорывные результаты требуют прорывных методов. Мне нужен новый инструмент. Дрон летел позади Лучжоу на второй этаж. Сиай с любопытством обратился к Лучжоу. Хозяин, завари мне чашку кофе и принеси в кабинет. Но уже очень поздно. Все в порядке, я не планирую ложиться спать сегодня. Хорошо, но, пожалуйста, следите за своим здоровьем. Лучжоу открыл дверь кабинета и ответил. Хорошо, нереально снаскока покорить гору Риммана. Она слишком долго стояла в мире математики. Бесчисленное множество людей пытались бросить ей вызов, но только для того, чтобы остаться на дне. Хотя появилось множество знаков, которые вели к вершине, не было ни одного инструмента, с помощью которого можно было взобраться. Независимо от способа доказательства, Лучжоу должен был заложить надежный фундамент. Тогда он увидит надежду на доказательство. Лучжоу сел за стол и выбросил стопку использованных черновиков в мусорное ведро, после чего достал новую стопку черновиков. Лучжоу посмотрел на листок на своем столе и ухмыльнулся. Он покачал головой и пробормотал себе под нос. Наверное, это самый малобюджетный проект, что я делал за последние годы. Когда он доказывал уравнение Янга Миллса, он попросил ЦЕРН провести несколько дорогостоящих экспериментов. Для чисто математической задачи, как гипотеза Риммана, затратами были листы черновиков и его способности. Лучжоу уже давно не посвящал себя исследованиям. С момента, как он стал главным конструктором, он играл роль руководителя. Он редко участвовал в передовых научных исследованиях. Однако даже так он ощутил знакомые чувства. Когда он полностью погружался в математическую проблему, цепочки цифр и символов проносились в его мозгу, подобно музыке. Поднимающийся парад его чашки кофе постепенно исчез. Уличные фонари на дорогах погасли. Пурпурная гора стала черной, как смоль. Через некоторое время Лучжоу услышал щебетание птиц наружи, что заставило его прекратить писать. Метод, созданный Гратиндиком при исследовании гипотезы Вейля, оказал огромное влияние на развитие алгебраической геометрии и всей математики, благодаря чему Делинь сумел доказать гипотезу Вейля. Если я хочу найти способ подняться на гору, я должен сначала покорить гору поменьше. Обобщенную гипотезу Риммана. Говоря о гипотезе о числах-близнецах и гипотезе Полиньика, последняя была связана с первой. Даже если доказательство первой не приводило к доказательству последней, она могла послужить источником вдохновения. Именно так проходит исследование в области математики. От более простой формы гипотезы к доказательству самой гипотезы, а затем к доказательству более сложной гипотезы. Как только все компоненты закончены, все соединяются и башня математики будет завершена. Лучжоу написал строку уравнений на новом листе. Ре-с-1-цел-ыным-с-плюс-2-ноль. Лучжоу хмыльнулся, а вся его серьезность тут же улетучилась. Если я хочу доказать, что все нули распределены по нулевой границе, я должен начать с исключения областей, где нулей не существует. Ре-с-0-ре-с-1. Если я придумаю способ расширить это доказательство до всех областей, то я смогу доказать гипотезу Риммана. Начну с правой границы. Данный метод доказательства назывался методом критической зоны. Вместо доказательства наличия нулей на критической прямой, идея доказательства заключалась в уменьшении самой критической прямой. Пока он мог доказать правую границу критической зоны от Ре-с-1 и левую до Ре-с-1-0, для всех значений, он мог существенно продвинулся в доказательстве гипотезы Риммана. У него появилась идея и ему осталось лишь привести ее к исполнению. Интуиция подсказывала ему, что эта часть головоломки находится в алгебраической геометрии. И именно в этой области он наименее опытен. Было бы хорошо, если бы я мог с кем-нибудь это обсудить. Лучжоу покачал головой, особенно с профессором Делиним. К сожалению, не все можно объяснить в письме, а видеозвонки дают не те ощущения. Он мог положиться лишь на себя. Нельзя зависеть от других. Лучжоу не сдержал своего любопытства и открыл Матха Верфлов. Вскоре он разочаровался. Когда он загрузил свою статью на Арксив, он надеялся, что она поможет заложить фундамент для других. Он хотел увидеть интересные обсуждения на Матха Верфлов, чтобы получить вдохновение. Но похоже его идея была напрасной. Предполагалось, что это математическое сообщество полное профессоров, но, как оказалось, люди больше интересовались сплетнями. Хоть и присутствовали научные обсуждения, их содержание слишком устарело. Похоже придется закрыться на пару дней. Лучжоу облокотился на спинку и взял свой телефон. Он сказал Ван Пену не беспокоить его в течение нескольких дней, после чего он зевнул и пошел в ванную. Он надеялся за ночь что-то уловить с крупицей вдохновения, но, к сожалению, все оказалось гораздо сложнее. Теперь, когда он решил затворничать, нет необходимости волноваться о времени суток. Прежде чем приступить к работе, он планировал наверстать упущенное за бессонную ночь, даже имея идею для доказательства, доказать гипотезу нелегко. Метод критической зоны существовал уже более 100 лет. Зоны Ре-С-1 были самыми простыми и решались раньше, а на решение областей Ре-С-0 и Ре-С-1 ушли десятилетия. И именно исключение этих областей привело позже к доказательству теоремы о простых числах. Чтобы глубже погрузиться в эту тему, Лучжоу собрал большое количество статей. Он даже нашел электронные версии работ Гратиндика, которые удалили крупные издательства. Он также нашел статьи, опубликованные профессором Делиним по гипотезе Вейля. На самом деле Лучжоу должен был ознакомиться с ними во время своей докторской, но он был так погружен в теорию чисел, что не мог тратить время на алгебраическую геометрию. Исследование гипотезы Гальдбаха занимало все его время. Профессор Делинь предоставил ему большую свободу, иначе он не смог бы сосредоточиться на гипотезе Гальдбаха. Можно сказать, что в методике преподавания Делиня имелись свои плюсы и минусы. В первый день своего затворничества Лучжоу потратил весь день на сбор всех материалов. Следующие два дня Лучжоу провел за их чтением и обобщением основных моментов. На пятый день Лучжоу объединил гипотезы по алгебраической геометрии с недавними исследованиями. Он выбрал алгебраическую кривую над конечным полем в качестве опоры, что дало ему кратчайший путь к окончательному ответу. Вдохновение переполняло его. После нахождения алгебраической кривой на конечном поле все части начали соединяться друг с другом. Солнце взошло на восьмой день. Лучжоу, сидевший за столом, потянулся и зевнул. Он закончил писать статью прошлой ночью. Он даже не знал, который сейчас час. Он был так сосредоточен на исследовании, что даже не помнил, когда уснул. Это ощущение полного погружения в математику слишком прекрасно. Время пролетало незаметно для него. Математика, его жизнь, это прекрасно. Он посмотрел на телефон, который лежал на углу стола. И, как и ожидал, увидел на экране десятки пропущенных звонков и текстовых сообщений. У Лучжоу не было времени на них. Он отложил телефон в сторону и планировал ответить позже. Он посмотрел на стопку бумаг стали. Похоже, пора перепечатать все. Не позавтракав, Лучжоу перенес написанную статью в электронный вид. С помощью CIA это не заняло много времени. Перепроверив и убедившись, что нет ошибок, Лучжоу отправил статью в редакционный отдел математических хроник. Его последняя статья не имела никакой публикационной ценности, поэтому он загрузил ее только на ARXIV. Но данная работа совсем другая. Исследование гипотезы Риммана встало почти на столетие, и его исследование стало гигантским шагом для человечества. Он доказал, что при бесконечно малом значении в области РЕС-1 не существует ни нулевых тривиальных точек функции. Он придумал творческое название. Гипотеза Квази Риммана. Пока Лучжоу сидел, закрывшись дома, люди снаружи начали беспокоиться о нем. Это прекрасно. Не выходить из дома, но не отвечать на телефонные звонки заставляло некоторых людей переживать. Прошла еще одна неделя. Ван Пын, который охранял Виллу, начал беспокоиться, осталось ли у Лучжоу что-нибудь поесть. Доктор Янь, который отвечал за здоровье и безопасность Лучжоу, не могла уже держать себя в руках и приехала к нему. В белом медицинском халате она подошла к воротам и посмотрела на Ван Пына, который курил сигарету. Почему профессор Лу не выходит? Ван Пын стряхнул пепел с сигареты и покачал головой. Не знаю, какого фига ты не знаешь? Ты его телохранитель. Янь-Янь заглянула во двор перед домом. Она поколебалась и спросила. Может зайдем и посмотрим? Ван Пын улыбнулся и покачал головой. Не делай этого, а то он рассердится. Откуда ты знаешь, если с ним что-то случилось и ему нужна помощь? Ван Пын ответил. Потому что я уже пытался. Янь-Янь нахмурилась и хотела что-то сказать, как внезапно открылись передние ворота, после чего и входная дверь. Они вдвоем посмотрели на дверь и увидели Лучжоу, выходящего из дома в серой куртке. Ван Пын выбросил сигарету в мусорное ведро и спросил. Доказал? Лучжоу посмотрел на Ван Пына и Янь-Янь немного удивился. Ты хотя бы знаешь, что я исследовал? Ван Пын смущенно покачал головой. Он, очевидно, не знал, что исследовал Лучжоу. Однако по своему прошлому опыту он знал, что это сложная проблема. Лучжоу направился к машине. Янь-Янь остановила его и сказала. Подожди, у тебя сегодня медосмотр. Мы договаривались на прошлые недели. Правда? Лучжоу попытался вспомнить. Янь-Янь кивнула. Хочешь прослушать запись? Чего? Зачем ты записывала подобное? Не нужно, я тебе верю. Лучжоу кашлянул. Мы проведем медобследование позже. У сейчас есть кое-что поважнее. Ван Пын стал серьезным и начал искать ключи от машины. Куда мы направляемся? Лучжоу улыбнулся и стал взволнованным. За новой машиной? Это настолько важно. Три дня назад Чинь-Янь-Янь написала Лучжоу и сообщила ему, что привезли машину от быт, и велела ему забрать машину из автосалона. Однако телефон Лучжоу был выключен, поэтому он не видел сообщений. Только несколько минут назад, после того, как он загрузил статью на Арксив, у него появилось время проверить сообщения. После чего, через полчаса Лучжоу уже был в автосалоне, стоя рядом с черной машиной. Продавщица чувствовала сильное давление от телохранителя Лучжоу. С натянутой улыбкой она рассказывала об основных функциях машины. Выслушав ее объяснение, Лучжоу сразу же спросил, какая максимальная скорость. Продавщица вежливо ответила, максимальная скорость 260 км в час, но на обычной дороге не получится ехать с такой скоростью. Лучжоу кивнул, поражаясь про себя. Потрясающе. Безумно, что электромобиль может быть таким быстрым, даже быстрее Теслы. Конечно, это не серийная машина, но все равно, довольно круто. Лучжоу задал еще один важный вопрос. А как насчет его безопасности? Продавщица вежливо улыбнулась. Стеклопули непробиваемые. Я займусь проверкой этой части. Ван Пын, стоявший рядом, влез в разговор. Если она не пройдет наши тесты, мы ее модифицируем. Лучжоу внезапно занервничал. Не превращайте ее в танк. Конечно, нет. У нас в отделе есть эксперты по подобному. Она будет выглядеть точно так же. Брехня. Поколебавшись, Лучжоу сказал. У меня есть одна просьба. Какая? Перед отправкой на ее доработку «Покатай меня», без проблем. Хотя Лучжоу не особо интересовался машинами, каждый парень в той или иной степени увлекался ими. А езда на машине ограниченной серии вдвойне приятна. Тем более, Лучжоу только закончил со статьей, и ему нужно было расслабиться. Попросив Ван Пына объехать Пурпурную гору и центр города по кольцевой дороге, Лучжоу открыл окна с обеих сторон машины и подставил лицо холодному ветру. Однако где-то минут через десять ему стало скучно. Как и ожидалось, он не любил роскошные машины. Математика для него интереснее. Закрыв окна, он достал свой телефон и вошел в свою учетную запись Матха Верфлов, после чего посмотрел на посты в трендах. Как он и ожидал, в течение часа после загрузки статьи обсуждения забурлили. Боже, не верится. Несколько дней назад профессор Лу все еще исследовал функцию X, так, как получилось, что он внезапно изменил свой метод. Сколько ученых уже утверждали, что совершили крупный прорыв в гипотезе Риммана. Ре-С-1 целым МС-2 бесконечно близко к Ре-С-1, когда МС. Поэтому мы вообще не можем сместить правую границу ближе к критической линии. Неужели эта молодежь не может быть более строгой? Вы говорите о профессоре Лу. Вы хотя бы читали его работу? Он даже не ссылался на Ре-С-1 целым МС-2. Я знаю, что это профессор Лу, но Сератья получил гораздо больше наград по математике. Математика ищет истину в фактах. Репутация автора не имеет значения. Бьюсь об заклад, что будь статья анонимная, то никто бы ее не заметил. Лучше улыбнулся, когда посмотрел на комментарии. Это правда нужно было писать? Если бы какой-нибудь безымянный математик заявил, что добился прогресса в гипотезе Риммана, ему бы никто не поверил. Вы мне не верите? Просто подождите. В ветке он увидел знакомое имя Территаа. Очевидно, это никто иной, как профессор Тао Джесюэн из Лос-Анджелеса. Комментарий профессора Тао также был интересным. Я проверяю расчеты, подождите немного, это может занять какое-то время. В обычных обстоятельствах, профессор Тао редко давал такие комментарии. Если тема была в области, с которой он был знаком, он часто мог сразу же найти опровергающий аргумент. Но теперь все было по-другому. Его комментарий еще больше подогрел обсуждение нам от Хаверфлов. Лучше улыбнулся, когда он был знаком, он часто мог сразу же найти опровергающий аргумент. Ван Пыну стало любопытно, что Лучше учитал в своем телефоне, но знал, что не должен спрашивать, поэтому решил сосредоточиться на дороге. Объехав Пурпурную гору, этот чудовищно выглядящий электромобиль остановился у ворот виллы. Соседи, выгуливавшие собак, с любопытством посмотрели на машину. Они никогда раньше не видели такой марки. Для непрофессионалов в этом не было ничего необычного, но для автолюбителей это было открытием нового континента. Они достали свои телефоны и хотели сделать снимки. Однако, когда они увидели человека, выходящего из машины, соседи тихо убрали телефоны. Я не могу себе этого позволить. Это нормально фотографировать других. Даже звезды не особо что-то значили для этих людей, кто мог жить в этом сообществе. Но когда дело касалось Лучшеу, они боялись, что их позовут поговорить о жизненных идеалах, когда они сделают снимок. Как и в любом закрытом районе, любая новая машина должна быть зарегистрирована. А после того, как Лучшеу переехал сюда, район повысил уровень безопасности и число охранников увеличилось. И даже, если это была машина Лучшеу, он также не был исключением из правил. После того, как Ван Пэн припарковал машину, он вышел и воодушевленно пробормотал. Машина довольно надежная. Благодаря своей профессии он водил много машин, начиная от иномарок премиум класса и заканчивая отечественными по индивидуальному заказу. Однако это одна из лучших машин, которые он когда-либо водил. Учитывая тот факт, что электромобили появились всего несколько лет назад, становилось более невероятно. Лучшеу размял плечи и улыбнулся. Само собой. Она же не дешевая? Не знаю, но она в единственном экземпляре. Ван Пэн немного помолчал и взволнованно сказал. Бедность ограничивает мое воображение. Не притворяйся. Ты раньше водил танки, это лишь спортивная машина. Ван Пэн потер нос. Я не водил танк, я только ездил в одном. Вау. Я лишь пошутил, не ожидал, что он правда раньше сидел в танке. Лучшеу вдруг стало любопытно, чем раньше занимался его телохранитель. Ван Пэн посмотрел на ключ от машины в своей руке и сказал. Мне нужно время, чтобы зарегистрировать машину. Подождешь здесь или вернешься? Закрытый район был вполне безопасным. Это самое безопасное место в Цзиньлине. Даже сотрудникам разведки из других стран будет трудно попасть туда. Я вернусь. Не забудь заехать за мной завтра. У меня нет планов на сегодняшний вечер, так что машина мне не понадобится. Ван Пэн кивнул. Хорошо, тогда я пойду. Хорошо. Только помни, что не нужно слишком сильно модифицировать мою машину, только немного. Взволнованно сказал Лучшеу. Ван Пэн посмотрел на нервничающего Лучшеу и улыбнулся. Не волнуйся, я верну ее точно такой же. Я запомнил твои слова. Лучшеу неохотно взглянул на свою новенькую спортивную машину, после чего развернулся и пошел к своей вилле. Вернувшись домой, он бросил куртку на диван и увидел, как к нему подлетает Сяай. Он попросил Сяай приготовить ему чашку кофе, после чего поднялся в свой кабинет. Прошло достаточно времени с момента загрузки им статьи в мире математики, где мало слухов о ней уже должны знать все. Однако единственное мнение, что его волновало, было от журнала. Хотя процесс общего рецензирования занимает много времени, Лучшеу отправил статью напрямую в редакцию, пропуская первичные процессы, поэтому скоро должен быть ответ. Он включил компьютер и увидел на почте непрочитанное письмо. Не удивительно, что это был ответ из редакционного отдела. Уважаемый профессор Лу, мы получили вашу статью и хотим поблагодарить, что выбрали наш журнал для публикации. Статья находится на рецензировании, но, как вы знаете, в вашей области исследований очень мало ученых. Сейчас мы пытаемся с подходящими рецензентами. Мы уведомим вас, когда рецензирование перейдет на следующий этап. Более века не было никакого прогресса в исследовании критической зоны. Хотя над гипотезой Риммана работало несколько человек, очень немногие выбирали данное направление в своих исследованиях. Однако эта гипотеза все еще была весьма важна в области аналитической теории чисел. Иначе ее нельзя было бы назвать гипотезой Квази Риммана. Если кто-то смог бы решить эту проблему, то получил бы Филдсовскую премию. На протяжении более чем столетия никому не удавалось сдвинуть правую границу критической зоны даже на самую малость. Многие думали, что эта идея доказательства неосуществима, но теперь кто-то внезапно доказал Ре-С-1-0, что доказывало, что границу можно сместить. Что это означало? Для обычных людей это просто непонятная новость. Но это огромное событие для математического сообщества. Поэтому найти рецензента непросто. Из-за связей Лучжоу в научном сообществе трудно найти подходящего рецензента, чтобы избежать личностных связей. Поэтому эксцентричный профессор Фальтингс был лучшим выбором. Кроме того, Фальтингс охватывал два направления – алгебраическую геометрию и аналитическую теорию чисел. Но все зависело от того, было ли у того время. В конце концов, проверка подобной статьи непростой делом. Надеюсь, у Фальтингса найдется время просмотреть мою работу. Дверь мягко открылась, и внутрь уверенно влетел дрон с дымящейся чашкой кофе в механических клешнях. Хозяин, ваш кофе. Поставь на стол. Хорошо. Дрон приземлился с краю стола и поставил чашку. В правом нижнем углу экрана Лучжоу появилась надпись. Пожалуйста, наслаждайтесь. Лучжоу улыбнулся и сделал глоток. Спасибо, очень вкусно. Лучжоу поставил кофе на стол, после чего удалил письмо. Как только он собирался закрыть почту и продолжить свое исследование, которое заключалось в увеличении значения, до 1-2. Однако в его почтовом ящике внезапно появилось еще одно письмо. Слегка ошеломленно, Лучжоу открыл письмо. Он заметил знакомый адрес и затаил дыхание. Профессор, вы занялись гипотезой Риммановы. Математическом сообществе любой прогресс в изучении гипотезы Риммана будет долго обсуждаться. Это не стало исключением для математического факультета Калифорнийского университета в Беркли. После того, как профессор Лу загрузил свою статью на Арксис, новость о доказательстве гипотезы Квази Риммана разлетелась повсюду и везде ее обсуждали. Слышал? Гипотеза Квази Риммана доказана. Да, просто не верится. Никто не достигал никакого прогресса в течение столетия. Последние исследования в этом направлении привели к доказательству теоремы о простых числах. Интересно, что профессор Лу принесет нам в этот раз? Да, если бы только у меня была лишь половина мозгов, как у профессора Лу. Проснись, хватит мечтать. Не только студенты, но также и профессора обсуждали данное событие. Аналитическая теория чисел не сильнейшая сторона Беркли. Условно говоря, они более склонны к уравнениям в частных производных. Однако для такого ученого, как профессор Та, который являлся специалистом во многих областях, подобное не пройдет мимо. Он сидел в кабинете в корпусе математического факультета в Беркли. Его стол был завалили черновики. С ручкой в руке он пристально смотрел на статью на столе. Он был настолько сосредоточен, что даже не услышал стука в дверь. Через какое-то время дверь распахнулась. Вошел высокий худощавый азиат с коробкой пиццы, что был его аспирантом. Профессор, я принес вашу пиццу. Профессор Та ответил, не поднимая головы. Просто поставь в стороне. Хорошо, но рекомендую съесть ее, пока она не остыла. Аспирант посмотрел на статью и с любопытством спросил. Кстати, вчера я увидел ваш комментарий на Матхаверфлов. Вы все еще изучаете статью? Да. Аспирант сглотнул и выжидающе спросил. Есть результат? Я сказал бы, если бы был. Хорошо. Аспирант паник и покинул кабинет. Вообще, профессор Та открытый человек. Он был одним из немногих профессоров в Беркли, которые дружили со студентами. Однако были и исключения. Всякий раз, когда его беспокоил какой-нибудь вопрос, он вел себя холодно по отношению ко всем, даже к своей жене. Интересно. Он использует алгебраическую геометрию подобно Гратин Дику, но это не столь очевидно. Выбор алгебраической кривой на комплексной плоскости. Как он додумался до этого? И можно ли этот метод действительно назвать доказательством? Профессор Та облокотился на спинку стула и посмотрел на пыльный потолочный вентилятор. Он почесал затылок. Редко случалось, чтобы задача беспокоила его так долго. Он постучал ручкой по бумаге и серьезно произнес. Спорно. Однако в его голосе совсем не было уверенности. Неужели я ошибаюсь? Может, доказательства действительно есть? Лучжоу не мог вспомнить, когда в последний раз получал письмо от Веры. Год назад или еще больше. Очевидно, Вера, которая исследовала гипотезу Риммана, увидела статью Лучжоу на Эрксив. Она нашла время, чтобы прочитать ее, и у нее возникло несколько вопросов. Многое не обсудишь по почте, поэтому они договорились созвониться завтра в 8. Спустя три года Лучжоу наконец-то смог увидеть ученика, которым он больше всего гордился. Даже если лишь через интернет. В 8 часов вечера на следующий день начался видеозвонок. Лучжоу сварил чашку кофе и сел в своем кабинете. Он был готов обсуждать научные проблемы, но атмосфера оказалась немного напряженной. Казалось, девушке нужно было сказать слишком много, но она не знала, с чего начать. Поэтому она просто молча сидел перед компьютером и нервничала. Лучжоу немного смутился. Ее светлые волосы были собраны в конский хвост. Лучжоу мог даже сказать, что она сделала легкий макияж. Что я должен сказать? Давно не виделись? Кажется, немного равнодушно похвалить прическу, но так может возникнуть недоразумение. Лучжоу кашлянул и заговорил четко и формально. Давай перейдем к делу. Скажи, что именно у тебя за вопрос? Приветствие и излишняя вежливость могли сделать атмосферу еще более напряженной. Поэтому он сразу перешел к теме. Как и ожидалось, напряжение тут же исчезло. Вера вздохнула с облегчением и кивнула. Секунду. Девушка отошла в сторону и притащила в обзор камеры полностью исписанную доску. Лучжоу посмотрел на расчеты на доске и на мгновение удивился. Затем постепенно его взгляд стал серьезным. Вера откашлялась и тихо сказала. Это метод алгебраической геометрии, который вы использовали для доказательства гипотезы Квази Риммана. Я попыталась обобщить доказательства. Лучжоу бегло просмотрел доску и одобрительно кивнул. Отличная работа. Она достойна быть моим учеником. Обобщить все это непросто. Вера улыбнулась. Даже если малина. Я имею в виду, госпожа Абель сказала мне не обсуждать это с тобой, я думаю лучше. Обсудить это. Обсуждать идею с гениальным ученым очень рискованно, поскольку научное сообщество признавало лишь того, кто произвел результат, а не того, кто подал идею. Поэтому некоторые ученые даже не публиковали свои текущие результаты. Они стремились получить что-то более значимое. Вера со всей серьезностью говорила. Я внимательно изучила алгебраическую кривую конечного поля, которую ты ввел, когда стремится к бесконечно малому значению. Я обнаружила, что в областере S1 нет ни нулевых тривиальных точек функции. Свойства 2, 1, S2, S1, S1, S2, 1, S будут. Вера повернулась к доске и написала вычисление в правом углу, который она намеренно оставила пустым. Лучоу посмотрел на записи, нахмурился, но вскоре расслабился. Он уже получил общее представление о идеях Веры. Она использовала его собственные доказательства в качестве основы и ввела функцию гомологии, которая связала нильпатентные группы ли. По сути, она внесла некоторые улучшения в его метод и применила его ка. Мел в руки Веры перестал двигаться. Она обернулась и улыбнулась. Скорее всего все получится, но я смогла осуществить метод лишь наполовину. Я подумала, что ты сможешь его доделать. Поэтому мне нужна твоя помощь. Вера говорила так тихо, что даже не была уверена слышит ли ее Лучоу. Лучоу некоторое время смотрел на формулы на доске, а потом резко спросил. Знаешь, почему ты не можешь завершить доказательства? Вера помолчала и спросила. Почему? Лучоу с сожалением на лице сказал правду. Потому что ты не решить эту проблему с помощью метода групповой структуры. Вера покраснела и надулась, после чего упрямо спросила. Почему? Было бы все нормально, если Лучоу просто нашел ошибку в вычислениях, но он просто сказал ей, что такая идея доказательства не сработает, без всякой аргументации. Она не могла этого принять, даже если он был ее руководителем в прошлом. Лучоу узнал, о чем думает Вера. Он вздохнул и терпеливо объяснил ей. Кривая Ре-С1 целый НМС плюс 2 бесконечно близка к Ре-С1, когда НМС приближается к бесконечности. При использовании метода групповой структуры неизбежно приходишь к данному выводу. Поэтому, если мы хотим использовать критическую линию, мы должны использовать другой метод. Именно поэтому я не использовал этот метод, когда доказывал существование значения. Вместо этого я использовал методы алгебраической геометрии. Никто лучше самого Лучоу не знал метод групповой структуры. Вспоминая доказательства деления, что все нули дзета-функции дмерного алгебраического кластера над конечным полем лежат на комплексной плоскости Ре-С1,2,3,2,2,D1,2. Но прежде чем использовать метод группы гомологии и преобразования Фурье, Лучоу сначала подумал о своем методе. Но все пошло не так гладко, как хотелось. Когда он попытался применить метод к дзета-функции Риммана, он обнаружил, что данный путь не работает. Лучоу посмотрел на покрасневшую девушку и продолжил. На первый взгляд исследование критической линии лишь проблема аналитической теории чисел, но по существу это проблема комплексного анализа. В сравнении с вводом метода групповой структуры в дзета-функцию Риммана, советую тебе изучить некоторые алгебраические доказательства теоремы Риммана, Рахагратин-Дика. Они могут вдохновить тебя. От кофейной чашки Лучоу медленно поднимался пар. Девушка какое-то время молча смотрела на клавиатуру. Потом она подняла глаза и пристально посмотрела на Лучоу. Я все еще думаю, что моя теория верна. Нам не нужно доказывать, что Ре-С1 целым МС плюс 2 бесконечно близко к Ре-С1, чтобы использовать метод групповой структуры. Я докажу тебе это. Лучоу посмотрел на веру полную решимости и улыбнулся. Хотя я более оптимистично отношусь к другим методам, похоже у тебя свои идеи. Если уверена, что сможете, то попробуй. Может быть ты права, и мы встретимся на финише. Вера кивнула. Да, я не сдамся. Прямо посреди слов она прикрыла рот рукой и закашляла. Лучоу с беспокойством спросил. Ты в порядке? Вера подняла глаза и неохотно улыбнулась, после чего тихо ответила. Все в порядке. Погода поменялась. Скорее всего я простудилась. Береги себя. Оденься потеплее, пей больше горячего чая. Вера покраснела. Она не знала это из-за Лучоу или из-за простуды. Спасибо. Разговор резко прекратился. Прекратился. Двое погрузились в молчание. Похоже, они не знали, о чем говорить за пределами математики. Лучоу уже собирался закончить разговор, но Вера внезапно сказала первой. Кстати, что? Вера прикусила губу и твердо посмотрела на Лучоу. Я все еще помню наш уговор. Я буду стараться изо всех сил. Лучоу впал в ступор. Он собирался что-то ответить, но звонок прекратился. Лучоу молча уставился на пустой экран. Внезапно в правом нижнем углу его рабочего стола появилось сообщение от Сиая. Хозяин, хотите, чтобы я ей перезвонил? Спустя несколько секунд Лучоу покачал головой. Нет, не нужно. Даже если я ей перезвоню, я не знаю, что сказать. Тогда хорошо. Кстати, я не знал, что ты можешь делать видеовызовы. Для меня это очень легко. И правда. Он чуть не забыл, что Сиай взломал систему государственных дел европейского правительства и использовал лазейки, чтобы подделать личность, благодаря чему смог переправить запрещенный станок. Видеозвонок по сравнению с этим был сущим пустяком. Гипотеза Квази Риммана была решена. Хотя, бесконечно мал. Это все равно стало огромным шагом вперед для идей критической линии. Теперь единственная проблема заключалась в том, как продвинуть его до 1-2. В течение последних нескольких дней Лучоу проводил по 4 часа в день, запираясь в библиотеке Тзенелинского университета. Хотя библиотека Тзенелинского университета не настолько хороша, как библиотека Файерстауна в Принстоне, где даже можно было получить доступ к оригинальным рукописям. Однако большую часть нужных ему ресурсов Лучоу мог найти в этой библиотеке. А если что-то не мог найти, он мог подать заявку, и библиотека обязательно найдет нужную книгу. Говоря про это, то произошел забавный случай. Когда он сидел в библиотеке, изучая Дзета функцию Риммана, кто-то тайно сфотографировал его, сидящего за столом с кучей книг, и отправил фото в Вечет. После этого фотография разошлась по университету. На самом деле, Лучоу был счастлив быть хорошим примером для студентов. Единственным недостатком стало то, что подпись к фотографии гласила. Продолжай учиться, и ты никогда не состаришься. Вы считаете меня старым? Мне еще нет и 30 лет. Какого черта? Бесит. В это время Фальтингс, директор Института математики Макса Планка, получил приглашение на рецензирование от журнала. Теперь, когда у статьи появился рецензент, официально начался процесс рецензирования, после чего последовало долгое ожидание. Из-за сложности статьи результаты будут опубликованы минимум в декабре. Все математическое сообщество говорило о статье. Лучоу даже слышал, как говорили об этом в университете. Однако на самом деле Лучоу не заботила, что о нем думают другие. Он сосредоточил все свое внимание на значении. Вот так ноябрь подошел к концу. В международном сообществе произошло еще одно крупное событие, не имевшее ничего общего с математикой, которое намного превзошло доказательства гипотезы Квазиримана. После полугода строительства завершился первый этап строительства лунного исследовательского центра темное звездное небо. Словно серебряный дракон, лунный дворец двигался по лунной орбите. Вдалеке к нему медленно приближался длинный корабль. На борту корабля был написан номер 002, что означало, что это второй недавно запущенный Цуэца. В этот момент на нем находились ученые со всего мира. Стыковочное шасси выдвинулось вперед по мере приближения к станции. Профессор Стивен стоял рядом с иллюминатором. Посмотрев на серебристый спутник, он не сдержал восхищения. Также смотря в иллюминатор, профессор Ян Крауфорд из Биркбека Лондонского университета посмотрел на него и с любопытством спросил, что тут невероятного. Не верится, что китайцы все же смогли построить научно-исследовательскую станцию на Луне. Стивен посмотрел в иллюминатор, думал, что они лишь вытягивают деньги у АЭН. Еще несколько месяцев назад идея строительства полупостоянной экспериментальной установки на поверхности Луны казалась мечтой. Профессор Стивен никогда бы не подумал, что китайцы действительно способны на подобное. Однако реальность доказала, что он ошибался. Строительство завершили на Земле, а потом доставили на поверхность Луны. Если бы он не видел фотографий станции, он бы даже не поверил. Не только это. Судя по Китай планировал построить адронный коллайдер для экспериментов по физике элементарных частиц. ЦЕРН направил группу экспертов в Пекин, чтобы помочь Китаю с технической частью. Все выглядело так, что Китай и Евросоюз отлично ладили. Для участия в проекте Лунной научно-исследовательской станции различные страны выплатили Китаю крупную сумму денег. Теперь их ученые могут вступить на исследовательскую станцию. Они полностью развили аэрокосмическую промышленность. Профессор Ян продолжил. Я упоминал про это в своей статье давным-давно. Разработка лунных ресурсов – единственный способ для нас продвинуть технологии. Обязательно найдется страна, которая сможет первой осуществить это. Вот почему я называю это невероятным. Профессор Стивен вздохнул. За год они сделали больше, чем мы за 10 лет. Он посмотрел на приближающуюся станцию и вдруг добавил. Кстати говоря, интересно будет ли доктор Зе на этой космической станции. Когда происходил кризис с марсианскими бактериями, анонимная статья на Арксив спасла всю экосистему Земли. Об этом до сих пор говорило сообщество биологов. О личности таинственного автора ходили легенды. И хотя официальные учреждения пытались расследовать случившееся, никто до сих пор не смог идентифицировать человека, который спас все человечество. Профессор Ян странно посмотрел на него и спросил. С чего вы решили, что он здесь? Я внимательно прочитал его работу. Его стиль письма очень похож на стиль некоторых моих китайских студентов. Интуиция подсказывает мне, что он китаец. Скорее всего он занимался исследованием бактерии. Прямо сейчас единственный пациент с бактериями находится на исследовательской станции, поэтому у него нет причин не прилететь сюда. Профессор Ян пошутил. А некоторое время назад вы не верили, что Китай способен получить такие результаты исследований? Профессор Стивен кашлянул и потер нос. Это было прошлом, теперь времена изменились. Пока они разговаривали, корабль успешно состыковался со станцией, и соединительный люк медленно открылся. Специалисты в скафандрах собрались перед люком и по одному вплыли на космическую станцию. В буферной зоне перед ними встал высокий китаец. Он откашлялся и заговорил на безупречном английском. Добро пожаловать на лунный дворец, я здесь главный. Полет на поверхность луны состоится через три дня. В течение следующих трех дней вы будете проходить подготовку, чтобы помочь вам приспособиться к низкой гравитации. Теперь, согласно процедурам, предъявите ваши электронные паспорта. Хотя луна не принадлежала какой-то одной стране, объекты, построенные на Луне, принадлежали различным частным странам и организациям. И даже если Китай не претендовал на территориальный суверенитет над лунной исследовательской станцией, строго говоря, исследовательский центр уже часть китайского анклава. Поэтому они должны были предъявить паспорт и визу перед въездом. Лу Джоу не ожидал, что он ворвется в топы два раза за ноябрь. Первый раз из-за гипотезы Квази Риммана. Даже несмотря на ее небольшую известность, она все равно не помешала ему попасть в тренды запросов. С другой стороны, завершение строительства лунной научно-исследовательской станции сделало его на третье место в трендах. Эта лунная научно-исследовательская станция была названа в честь дворца Гуанхань, а популярность затмила гипотезу. Об этой новости писали не только СМИ по всему миру, но и пользователи сети по всему миру с энтузиазмом обсуждали случившееся. Словно все в мире обратили свои завистливые взоры на Китай. Что касается Лу Джоу, то внимание и сообщения СМИ не повлияли на него. Он вообще не заботился о них. Он вложил всю силу в гипотезу Риммана. Комитет по строительным работам на лунной орбите работал в соответствии с графиком, поэтому ему не нужно было беспокоиться. Однако, пока Лу Джоу занимался своими делами, произошло нечто, что расстроило его. После завершения строительства дворца Гуанхань, система посчитала второй этап задания завершенным. Пользователь, поздравляю с завершением второго этапа цепочки задания контроль над Землей и Луной. Постоянная база на Луне. Требования. Требования. Построить полупостоянную научно-исследовательскую станцию на поверхности Луны для астрономических наблюдений, наблюдений за геологической и климатической деятельностью, а также экспериментов по физике высоких энергий. Награда. 200 000 очков опыта по математике. 200 000 очков опыта по инженерному делу. 100 000 очков опыта по материаловедению. 50 000 очков опыта по энергетике. 500 баллов. 1 билет счастливой лотереи. Второстепенные цели. 1. Глубина 3 фута. Соберите 50 тонн редкого лунного грунта. Награда. 1000 баллов. Карта случайного количества опыта. Завершено. 2. Алхимик. Произведите 100 тонн титанового сплава. Награда. 500 баллов. 100 000 свободных очков опыта. 1 билет счастливой лотереи. Завершено. Лучо умолча посмотрел на уведомления о выполнении задания и совсем не почувствовал радости. Про себя он матерился. Как сообщала Чинью Ишань, уже началось строительство лунного отеля. План однодневного лунного тура вот-вот будет опубликован на сайте старской течнологы. Но теперь хотите сказать, что второй этап завершен? А что с коллайдером и телескопом? Они уже закончили проектирование лунного адронного коллайдера, и хотя они еще не начали подготовку к строительству телескопа, соответствующие планы были внесены в график работ. Лучо не ожидал, что сможет выполнить все побочные задания, но сейчас система говорит ему, что основное задание также выполнено. На первом этапе система же ждала, когда я сам решу сдать задание. Почему на второй этапе по-другому? Лучо закрыл системную панель и покачал головой. В любом случае награды за задание довольно щедрые. Лучо глубоко вздохнул и посмотрел на экран перед собой, а потом четко произнес. Система «Открой мою панель характеристик» тут же по экрану пробежал голубой свет и появилась обновленная панель характеристик. А. Математика. ЛВ-8, 974-000-300-000-00. Б. Физика. ЛВ-7, 113-215-1-200-000. С. Биохимия. ЛВ-6, 10-000-600-000. Д. Инженерное дело. ЛВ-6, 0-600-000-Е. Материаловедение. ЛВ-6, 163-000-600-000-Ф. Энергетика. ЛВ-4, 0-200-000-Г. Информатика. ЛВ-3, 3-000-100-000. Баллы. 4 335. Инженерное дело поднялось с 5 на 6 уровень, а энергетика с 3 на 4 уровень. Остальное осталось без изменений. Что касается оставшихся 100-000-свободных очков опыта, Лу-Джоу немного подумал и решил распределить их все в информатику, что повысило его уровень информатики с 3 до 4. Хотя у информатики были побочные задания для накопления опыта, из-за важности информатики в аэрокосмической промышленности для него выгодно повысить ее уровень как можно скорее. Кстати, у меня еще есть карта случайного количества опыта. Лу-Джоу открыл инвентарь и выбрал золотую карту опыта. Карта случайного количества опыта, получите от 1 до 9 999 999 очков опыта. Максимально можно получить семизначное число опыта. Но я также могу получить только один. Прочитав описание карты, Лу-Джоу сглотнул. Если получу 2 миллиона очков опыта, то повышу математику до 9 уровня. Еще одна уловка от системы, чтоб подразнить меня. Лу-Джоу молча молился про себя. Его пальцы дрожали, когда он протянул руку и выбрал карту. Анимация показала, как карта исчезает в золотых звездах. На панели появилась строка текста. Поздравляю, получено 100 000 очков опыта по математике. Как и ожидалось, он не получил максимум опыта. Он знал, что система не будет так добра к нему. Хотя это немного прискорбно, 100 000 очков опыта все еще довольно неплохо. Лу-Джоу закрыл инвентарь и снова посмотрел на характеристики. Пришло время для захватывающей лотерей. Благодаря наградам за побочные задания у него 2 билета на счастливую лотерею. Поскольку оказалось, что молиться бесполезно, Лу-Джоу не стал терять времени. Он закрыл глаза и нажал кнопку начала лотереи. Оказалось, что на этот раз ему здорово повезло. Поздравляю, вы выиграли образец. Получено. Компьютер HyperX1. Поздравляю, вы выиграли особую награду. Получено. Золотая карточка задания. Лу-Джоу не заботился о компьютере HyperX1, поскольку он мог разобраться с ними в лаборатории позже. Его больше интересовала золотая карточка задания. Он протянул руку и открыл инвентарь. Золотая карточка задания. Специальная карточка задания с бонусным опытом. Используйте ее, чтобы активировать задание с золотой наградой. Если пользователь в данный момент выполняет другое задание, то текущее задание будет приостановлено, пока не будет выполнено задание карточки. Бонусный опыт. Что за? Описание, как у третьесортной мобильной игры. Лу-Джоу стало любопытно, поскольку существовала золотая карточка задания, есть ли серебряная или алмазная карты. Текущее задание будет приостановлено. Это как в случае срочным заданием, но есть вариант отказаться от задания в любой момент, как бы то ни было. Сначала надо посмотреть на цели последней цепочки заданий. Лу-Джоу оставил карточку в покое и перешел к панели заданий. Теперь пора обновить задание. Этап 3. Контроль над Землей и Луной. Требование. Построить ускоритель масс на поверхности Луны грузоподъемностью 50 тонн. Второстепенные цели. Прочитав задание, Лу-Джоу озадачился. Его удивило не то, что системные цели совпали с его. Заглянув в раздел второстепенных целей, он увидел, что невыполненные побочные задания были перенесены со второго этапа на третий. Судя по всему, он не упустил награды второго этапа. Но это также означало, что ему предстояло выполнить множество заданий. Лу-Джоу пристально смотрел на панель заданий в течение нескольких минут и в итоге решил активировать карточку задания. Хотя комитет по строительным работам на лунной орбите планировал построить ускоритель масс на Луне, он понятия не имел, сколько времени это займет. Вместо этого он должен использовать это время для выполнения другого задания. Так или иначе, лунные проекты будут продолжаться и задание можно будет выполнить в любой момент. Задание с золотой наградой активировано. Описание. Началу новой эры обязательно предшествует конец старой. Первый шаг на пути к будущему начинается с математики. Требование. Доказать гипотезу Риммана в течение трех лет. Награда за задание. 10 000 баллов. 2 миллиона очков опыта по математике. Карточка легендарного задания. Доказать гипотезу Риммана за три года. Лут Джоу закончил читать и пробормотал. Понимаю, что это венец математики, но три года. Похоже меня недооценивают. Лут Джоу еще раз перепроверил требования, после чего закрыл панель задания. Доказать гипотезу Риммана непростая задача. Хотя он уже решил гипотезу Квази Риммана. Восхождение на последнюю часть горы потребовало бы больших усилий. Но почему Лут Джоу был так уверен в себе? Потому что еще не было проблемы, на решение которой у него ушло более трех лет. Лут Джоу не сомневался, что справится за три года. Это не только его математическая интуиция, но и его уверенность от непрерывных успехов в области математики. Карточка легендарного задания звучит круто. Легендарный же лучше золотого? Лут Джоу не знал, что это за задание, но слово легендарное возбуждало его. Покинув системное пространство, Лут Джоу вернулся в свой кабинет. Он почувствовал, как тепло поднимается от позвоночника к мозгу. Он никогда раньше не чувствовал себя лучше, словно он стал на шаг ближе к всезнающему и всемогущему Богу. Не потребовалось много времени, чтобы информация проникла в его мозг, и ощущение тепла в позвоночнике мгновение рассеялось. Лут Джоу размял плечи и почувствовал, что он накрыт пледом. Он посмотрел на девушку в кабинете. Она покраснела и сказала, «Я увидела, что ты спишь, поэтому я накрыла тебя пледом». Лут Джоу посмотрел на Ханьмэнце и улыбнулся. «Спасибо. Ни за что. Я уже выполнила задание». Ханьмэнце красное, как свекла, растерянно подошла и протянула стопку бумаг. «Не знаю, правильно или нет, но я сделала все сама. Давай посмотрю». Лут Джоу взял у девушки стопку бумаг и взглянул на содержание. Название было задачей, что он ей задал. Лут Джоу потребовалось около пяти минут, чтобы увидеть процесс решения. Довольно стандартный метод доказательства. Лут Джоу посмотрел на календарь, потом перевел взгляд на Ханьмэнце. Удивительно, думал, тебе потребуется больше времени на доказательства. Не ожидал, что ты закончишь до конца года. Ханьмэнце не смогла удержаться от гордой улыбки. Она надулась и ответила, «Я очень умная». Лут Джоу слегка улыбнулся. «Посмотрим». Лут Джоу выглядел так, словно у него были какие-то вопросы, поэтому Ханьмэнце сказала, «Давай, спрашивай». Третья страница, шестнадцатая строчка. Ханьмэнце быстро нашла нужную строчку. Лут Джоу взял со стола чашку кофе и сделал глоток. Он сделал паузу, а потом сказал, «Объясни подробнее, как ты вывела 2Н из уравнения 2 как трансцендентное число». Услышав этот вопрос, Ханьмэнце почувствовал облегчение. Она долго готовилась, прежде чем прийти к Лут Джоу, поэтому не ожидала, что Лут Джоу задаст довольно простой вопрос. Она глубоко вздохнула и ответила, преобразовав уравнение 2 с использованием формулы Эйлера. Для любого целого числа n1, 2n, b, n2n, где 2n – последовательность рациональных чисел, чисел Бернулли. Очевидно, что 2 – это 2 помноженное на рациональное число, а 4 – 4 умноженное на рациональное число. Поэтому 2, 4 – все рациональные числа. Поскольку является трансцендентным числом, значения функций также являются трансцендентными числами. Выслушав объяснение Ханьмэнце, Лут Джоу одобрительно кивнул. Неплохо. Но не радуйся так сильно. Этот вопрос был лишь для того, чтобы подтвердить, что ты сама все сделала. Следующий вопрос – настоящая проблема. Лут Джоу поставил свою чашку и заговорил. Теперь, когда ты доказала, что 2n является трансцендентным числом, я хочу спросить, а как насчет 3? Такой простой вопрос. Ханьмэнце торжественно вздернула подбородок. Однако, когда она собиралась ответить на вопрос, она замерла. 3. 3. А, что это? Глядя на растерянную Ханьмэнце, Лут Джоу улыбнулся и спросил. Не можешь ответить? 3. Кажется проще, чем 2n. Верно, даже нету переменной. Да. Ханьмэнце задумалась. Через некоторое время она неуверенно произнесла. Может это тоже трансцендентное число? Лут Джоу улыбнулся. О, почему? Ханьмэнце честно ответила. Просто догадка. Увидев, что девушка опустила голову, Лут Джоу улыбнулся и сказал. Неудивительно, что ты не знаешь, потому что Иллер тоже не знал. Только в 1978 году было доказано, что 3 не является рациональным числом. Что касается того, является ли 5 рациональным числом или нет, мы до сих пор не знаем. Услышав, что на вопрос Лут Джоу нет ответа, Ханьмэнце сердито надулась. Зачем? Использовать вопросы, на которые нету ответа. Это издевательство. Ответ есть. Лут Джоу улыбнулся. Ханьмэнце серьезно сказал. На каждую математическую задачу есть ответ, мы просто его не знаем. Став аспирантом, ты должна самостоятельно научиться находить решения, придумывать идеи и реализовывать их. Ханьмэнце замерла, после чего радостно отреагировала. Стой, значит я могу стать твоей ученицей. Лут Джоу улыбнулся и кивнул. Я решил это после твоего ответа на мой первый вопрос. А второй вопрос будет касаться твоего исследовательского проекта. Лут Джоу встал из-за своего стола и подошел к доске. Говоря, он взял кусок мела и написал на доске. Значение трансцендентности дзета-функции Риммана при нечетных положительных целых числах всегда было классической проблемой в аналитической математике. Согласно формуле Эйлера и свойствам чисел Бернулли, мы можем легко доказать, что 2n является трансцендентным числом. Следовательно, наша гипотеза состоит в том, что для любого целого числа n1 2n1, также является трансцендентным числом. Наилучший результат на данный момент в том, что существует бесконечно много 2n1, которые являются иррациональными числами, но разница между бесконечностями в математике по-прежнему остается бесконечностью. Если сможешь сделать шаг вперед в этом направлении, то даже если это будет небольшое доказательство, то ты будешь признана научным сообществом. Тогда ты сможешь выпуститься если строго, то направление исследований Лучжоу не касалось трансцендентных значений при нечетных положительных целых числах. Гипотеза Риммана имела мало общего с трансцендентными числами. Однако при этом многое в математике все равно неразрывно связаны друг с другом. Лучжоу не ожидал, что исследования Ханьмэнцы могут помочь ему на ее нынешнем уровне. Он попросил заняться ее этими исследованиями, поскольку его работа тоже касалась этой области. Если она столкнется с проблемами, то он мог дать ей советы. И также он надеялся, что сможет открыть ей путь, убрав слепые зоны. После выдачи темы Лучжоу рассказал Ханьмэнце о чем она должна помнить, будучи аспирантом о некоторых вещах касаемо работы и зарплаты. Хотя у нее богатая мать, ей все равно придется пройти через обычные формальности. Лучжоу всегда заботился о своих учениках. Объяснив все детали Ханьмэнцы, Лучжоу отпустил ее. Завтра они пройдут формальности и оформят ее в отделе по академическим вопросам. А послезавтра она сможет начать уже работать. Радостная Ханьмэнце покинула кабинет. Лучжоу позвонил Ван Пену и велел ему подогнать машину к корпуса математического факультета. Он хотел съездить в институт перспективных исследований. Внезапно дверь его кабинета распахнулась, и вошел Хэчин вань, жуя булочку со свининой. Он посмотрел на доску и встал, как вкопанный, чуть не уронив булочку. Вы. Вы изучаете трансцендентные значения дзета-функции Риммана при нечетных положительных целых числах? Лучжоу только что доказал гипотезу квази Риммана, и теперь на его доске была очередная задача мирового класса. Хотя данный вопрос не такой безумный, как гипотеза Риммана, все, что связано с дзета-функцией Риммана, считалось проблемой мирового класса. Он ожидал, что Лучжоу положительно ответит на вопрос, но тот лишь спокойно сказал. Это не мое исследование, я поручил это студентке Хань. Кстати, теперь она будет твоей коллегой в аспирантуре. Какие-то проблемы? Хэчин вань с негодованием посмотрел на Лучжоу. Лучжоу еще раз прокрутил в голове свои слова и посчитал, что не сказал ничего такого, никаких. Хэчин вань обиженно покачал головой. Черт, я работаю с вами уже три года, но вы никогда не поручали мне подобного проекта. Я бы, конечно, не особо помог с проблемой Риммана. Но вы тут же новенькой поручили такую сложную тему. Это слишком несправедливо. Хэчин вань стал еще мрачнее. Лучжоу лишь недоумевающе смотрел на него. Поскольку его все еще ждал неизученная награда от системы, Лучжоу недолго задерживался на работе и решил уйти пораньше. Ему не пришлось долго ждать, его электромобиль вскоре подъехал к корпусу. Увидев свою любимую машину, Лучжоу вздохнул с облегчением. К счастью, ее не изменили до неузнаваемости. По крайней мере, она выглядела примерно так же. Ван Пэн открыл дверь для него и Лучжоу с любопытством спросил, что поменяли. Стекла? Также поменяли корпус на усиленной специальной стать. Мы перекрасили его и покрыли углеволокном один к одному. Возможно, немного изменился вес и ускорение быстрее. Но больше ничего не меняли. Ван Пэн самодовольно похлопал машину по крыше. Я же говорил, что мы не испортим твою драгоценную машину. Мне очень интересно, а был ли какой смысл в этих изменениях? Огромный. Раньше, если бы машина попала под грузовик, нам бы не поздоровилось. А теперь, Ван Пэн спокойно ответил. Стоит переживать за грузовик. Пожалуй, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Интересно, можно ли проверить на грузовике? Пока Лучжоу садился в свою машину, две студентки вышли из библиотеки и прошли мимо корпуса математического факультета. Они заметили классно выглядящий спортивный автомобиль и заговорили друг с другом. Эй, посмотри туда. Это же машина Бога Лу? Девушка с челкой взволнованно посмотрела в сторону машины. Похоже. Но раньше он вроде ездил на старом седане. Может, он сменил машину после того, как стал академиком. Может быть. Но я слышала, что у него есть своя компания. Может, он купил ее сам. Я слышала, что у него нету девушки. Две студентки на мгновение замолчали. Спустя полминуты девушка с челкой вздохнула. Деньги не важны, мне просто нравятся парни, которые хороши в математике. У них есть какое-то интеллектуальное обаяние. Ее подруга ответила. Ага-ага. На факультете математики полно парней, но я что-то не вижу, чтобы ты встречалась с кем-нибудь из них. Пока студентки шутили, машина уже уехала. Только тогда они поняли, что забыли сделать фотографию и опубликовать ее в ленте. Институт перспективных исследований находился недалеко от Зенелинского университета, и поездка заняла менее 10 минут. Приехав в институт, Ван Пэн пошел зарегистрировать автомобиль, а Лучжоу направился прямо в главный корпус института в подземную лабораторию на третьем этаже. Это его секретный склад. В основном он использовался для хранения главного сервера CIA, а также некоторых образцов и мусора из системы. Лучжоу вышел в центр лаборатории и закрыл глаза, после чего вошел в системное пространство. Он зашел в свой инвентарь и щелкнул по нужному предмету. Открыв глаза, вокруг него летали голубые частицы, которые медленно собирались вместе и образовывали объект. Когда синий свет исчез, перед Лучжоу стояла черная металлическая коробка. Компьютер HyperX1, промышленный квантовый компьютер среднего размера со встроенным квантовым чипом, используется как сервер. Примечание. В соответствии с законами об интеллектуальной собственности, это устройство имеет защиту и не может быть разобрано или отсканировано. Любое несанкционированное использование приведет к непредсказуемым последствиям. Квантовый компьютер. Прочитав описание перед собой, сердце Лучжоу забилось сильнее. Однако, прочитав последнюю часть, он успокоился. Черт, что значит нельзя разобрать или отсканировать? Значит, я не смогу воспользоваться сканирующим пистолетом? Лучжоу стало любопытно, что произойдет, если он случайно сломает компьютер, кто будет чинить его за него? Или это просто для личного опыта? Но опять же, если он действительно промышленный компьютер, то его хватит более чем на 10 лет. Лучжоу задумался, как подключить компьютер к сети, когда над ним пролетел дрон. Хозяин, вы можете отдать его Сиааю дрон. Кружился вокруг Лучжоу. Лучжоу догадался, что это был способ умолять Уи. Лучжоу посмотрел на дрона, потом кашлянул и ответил. Не мешайся, сначала я должен изучить, как он работает. Это не игрушка для детей. Это единственный коммерческий квантовый компьютер в мире, который намного превосходит лабораторные тестовые модели. Будет огромной потерей для человечества, если он сломается. Я боюсь, что хозяин все сломает. Как это возможно? Лучжоу тут же понял, что система даже не предоставила ему инструкции, поэтому после нескольких секунд смущения он сказал. Ты знаешь, как его использовать? Нет. Но я научусь. Я также могу установить операционную систему. Правда? Поскольку Сиаай был так уверен, после серьезного обдумывания Лучжоу решился. Тогда, пожалуйста, информатика не его сильная сторона. Хотя он повышал уровень, уровень не приравнивался к знаниям. Он только позволял усваивать знания гораздо быстрее. Поскольку он не тратил много времени на обучение, его способности к программированию за последние пару лет никак не изменились. Он мог бы написать несколько небольших программ, но когда дело касалось передовых технологий, как квантовые компьютеры, он даже не знал, с чего начать. Я обо всем позабочусь. Сразу же, как только строка текста промелькнула на экране, задвигались роботизированные руки на стене и погрузчик. Сначала компьютер переместили к стене, потом роботизированные руки на стене быстро подключили провода. Лучжоу с ужасом смотрел на происходящее. Он боялся, что его новую игрушку сломают. К счастью, ничего не произошло. Очевидно, что Сиаай был более осторожен, чем он. Он даже создал корпус с водяным охлаждением для компьютера. Хозяин, установка завершена. Пора засвидетельствовать чудо. Хватит нести чепуху, включи его. Светодиод на корпусе мигнул, и загорелся светодиод монитора. Однако экран остался черным. Лучжоу посмотрел на темные экраны, если бы не текстовое поле в верхнем левом углу, он бы не понял, что компьютер включен. Через некоторое время Лучжоу посмотрел на дрон и спросил. Это все? Да, все. На нем нет рабочего стола? Это операционная система с командной строкой. Само собой, Сиаай может разработать графическую операционную систему. Подождите, Сиаай чувствует прилив силы? Когда текст на экране дрона исчез, Лучжоу быстро спросил. Ты в порядке, Сиаай? Квантовый компьютер внезапно начал излучать яркий синий свет. Лучжоу посмотрел на компьютер и понял, что свет лишил иллюзия. Вернее, это свет от системы. Через полсекунды перед ним появилось полупрозрачное окно. Пользователь, поздравляю, ветка искусственный интеллект обновлена. Текущий уровень, LV3. Она подняла уровень сама по себе. Лучжоу пребывал в восторге. Он помнил, что по возвращению из Принстона он подарил Сиааю новый дом, но этого было недостаточно для обновления. Не верится, что для третьего уровня нужен был квантовый компьютер. Слишком высокие требования. Лучжоу протянул руку и нажал на полупрозрачное окно. Перед ним появилось требование для следующего уровня. Требование для обновления. Соберите достаточное количество данных о социальном поведении людей. Судя по всему, четвертый уровень не был связан с увеличением производительности, что успокоило Лучжоу. Это уже был квантовый компьютер цивилизации более высокого уровня. У него не было возможности найти лучший дом для Сиаая. Но что вообще за данные о социальном поведении людей? Это слишком абстрактно. Достаточно ли просто зарегистрировать несколько аккаунтов в социальных сетях и записать данные о друзьях? Лучжоу посмотрел на пустую полосу прогресса и глубоко задумался. Сиаай, который все это время молчал, наконец-то вновь ожил. Дрон подлетел к Лучжоу. Хозяин, я в порядке. Системное окно исчезло. Лучжоу посмотрел на дрона и спросил. Как ощущение после обновления, что-то изменилось. Я чувствую, что стал умнее. Не знаю от чего, но мне кажется, что отдать Сиааю этот компьютер большое упущение. Поскольку Лучжоу не мог перепроектировать квантовый компьютер, его интерес к нему уменьшился. Предоставив Сиааю новый дом, Лучжоу покинул лабораторию и направился в свой кабинет. Он уселся за стол и собирался разобраться с завалом документов, поэтому достал пачку из стола. Он собирался просмотреть их, когда услышал стук в свою дверь. Лучжоу закрыл документ в руке и отложил его в сторону. Войдите. Ян Сюй, директор Института вычислительного материаловедения, вошел с взволнованным лицом. Лучжоу улыбнулся и спросил. Что случилось? Что ты так разволновался? Потрясающая новость. Ян Сюй быстро подошел к столу Лучжоу и улыбнулся. Он положил отчет на стол. Помнишь проект по производству углеродных чипов, который мы начали два года назад? Лучжоу поднялся. Есть результаты? Не просто результаты. Ян Сюй посмотрел на Лучжоу и глубоко вздохнул, а потом воскликнул. Мы разработали их углеродный чип. Получился. Это стало лучшей новостью для Лучжоу за последние несколько дней. Он сразу же сказал Ян Сюю отвезти его в Институт вычислительного материаловедения, где находилась команда разработчиков. Когда эти двое прибыли в лабораторию, в лаборатории стояла мертвая тишина. Группа ученых окружила экспериментальную установку, а один что-то тщательно регулировал. Лучжоу и Ян Сюй не стали отвлекать их и спокойно ждали у входа. Вскоре в толпе раздались возгласы. Лучжоу посмотрел на взволнованные лица ученых и догадался, что они обнаружили что-то необычное. Ян Сюй начал терять терпение. Он посмотрел на Лучжоу и сказал. Пойдем туда. Лучжоу кивнул. Хорошо. Они вдвоем прошли через лабораторию и подошли к группе, которая наконец заметила их присутствие. Мужчина средних лет вышел вперед и с удивлением спросил. Директор Ян? Директор Лу? Он ответственный за проект. Представил мужчину Ян Сюй. Профессору Тинь Цунь. Здравствуйте, профессору. Здравствуйте. Профессору пожал руку Лучжоу и с энтузиазмом сказал. Академик Лу, что привело вас сюда? Я слышал, что есть появились результаты, поэтому Ян Сюй привел меня сюда. Лучжоу посмотрел на оборудование и улыбнулся. Вы закончили? Профессору выпрямился и ответил. Это был второй эксперимент, первый эксперимент успешно прошел вчера. Лучжоу сразу же спросил. Можете показать? Профессору жестом пригласил их. Следуйте за мной. Производство компьютерных чипов чрезвычайно сложный процесс. Пластины укладывались на кремний слой за слоем, как конструктор лива. В итоге получался готовый чип. Это звучало просто, но размер деталей измеряется в нанометрах, а также имел сложную конструкцию и технологию фотолитографии. Производство чипа, который соответствовал требованиям рынка, один из стандартов для измерения электронной промышленности страны. Оставив в стороне значение данного производства для страны, можно взглянуть на вопрос с технической стороны. При производстве КМОП размер элемента обычно представлялся как ширина логической схемы, а именно длиной канала МОП. Вообще говоря, чем меньше длина канала, тем лучше производительность чипа и ниже энергопотребление. Однако данный размер нельзя уменьшать бесконечно. Прежде всего у атомов кремния была своя ширина, а тоннельный эффект в квантовой механике становится все более и более незначительным по мере уменьшения ширины. Это в совокупности с другими факторами серьезно ограничивало развитие чипов на основе кремния. Однако стремление людей к новым технологиям вечно. Поскольку чипы на основе кремния не могут дальше развиваться, появились возможности для использования других материалов. Согласно последним исследованиям, использование углеродных нанотрубок, десульфида молебдена и других материалов открыло новый путь для улучшения производительности чипов, позволяя закону Мура продолжать жить. Однако не все так радужно. Хотя эти материалы потенциально могли заменить кремниевые чипы, у них имелись свои недостатки. Исследовательские институты по всему миру не смогли решить наиболее критическую проблему, а именно использовать эти материалы для производства транзистора. Еще когда Лучжоу изучал сверхпроводящие материалы, он обнаружил, что два листа однослойного графена, наложенные друг на друга под особым углом, обладают характеристиками диэлектриками МОТА. Это крупное открытие не только привело к прорыву в области сверхпроводящих материалов, но и стало основой успеха термоядерного реактора. Также Лучжоу догадался, что данные свойства можно применить в области полупроводников. Конечно, он не эксперт в области полупроводников и это была просто его интуиция. Тогда он планировал сотрудничать с Башин Групп и совместно инвестировать в проект. К сожалению, генеральный менеджер Сунь не испытал оптимизма в отношении к проекту и отказался от участия. Однако Лучжоу было все равно на это. У него было много денег и людей. Вернувшись в Китай, он собрал команду ученых и разработчиков, после чего поручил задачу Институту вычислительного материаловедения. Прошло почти три года с момента начала проекта, и они наконец могли увидеть, как их проект воплощается в жизнь. Лучжоу стоял рядом с оборудованием и рассматривал чип через микроскоп. Он не мог не восхититься. Прекрасно. Хотя исходным материалом был темный график, транзистор был подобен бриллианты, сияющему под микроскопом. Ян Сюй не мог больше ждать. Он быстро подошел к микроскопу и сказал, дай мне посмотреть. Лучжоу улыбнулся и отошел в сторону, уступив микроскоп Ян Сюю. Посмотрев пару секунд в микроскоп, Ян Сюй тоже поддался эмоциям и сказал, бриллианты действительно дешевы. Чтобы описывать это, он стоит больше, чем все бриллианты в мире вместе взятые. Лучжоу рассмеялся. Немного преувеличено, но согласен, что он лучше бриллианта. Если его выставить на аукцион, то его можно с легкостью продать за вагон бриллиантов. В конце концов, за этим маленьким транзистором скрывалось будущее. Лучжоу посмотрел на ученых, стоящих позади него, потом откашлялся и сказал, Это огромный прорыв в технологии чипов. Хотя размер нашего транзистора все еще больше, чем кремниевого, но углеродный чип обладает неограниченным потенциалом. Лучжоу даже не мог описать потенциал этих чипов. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что он расширит на порядок пределы производства чипов. Без преувеличения можно заявить, что данное достижение сделает профессора у академиком. Вы проделали большую работу. Лучжоу посмотрел на группу взволнованных ученых и профессора Утиньцуня, а потом торжественно добавил, Именно сейчас мы делаем историю и меняем будущее. Насколько страстную речь не скажи, она все равно будет пуста. Хотя исследования должны основываться на интересах, ученым тоже нужно есть. Они отдали все институту перспективных исследований и компании. Лучжоу должен предоставить им что-то взамен. Лучжоу посмотрел на взволнованных ученых и дал всем недельный оплачиваемый отпуск. А также объявил, что каждый получит премию в размере не менее 100 000, а наиболее проявившим себя будет выдано суммарно 20 миллионов. Отпуск уже обрадовал ученых, а новость про премию зарядила их огромным энтузиазмом. Выйдя из лаборатории, Ян Сюи чувствовал боль в ушах от радостных криков. Когда ученые услышали про премию в 20 миллионов юаней, они начали так радоваться, что стекла задрожали. К счастью, чувствительное оборудование находилось в другой лаборатории, иначе был бы ущерб на миллионы долларов. Лучжоу шел рядом с ним, после небольшого колебания Ян Сюи спросил, не слишком ли много 20 миллионов, помимо крупных национальных проектов или проектов крупных компаний. Финансирование исследований в размере 20 миллионов юаней чрезвычайно огромное для простых ученых. Премия в 20 миллионов юаней, даже если она будет разделена между 10 людьми, составит 2 миллиона юаней на человека. Не говоря уже о том, что там была всего пара наиболее проявивших себя ученых. Даже Ян Сюи, работавший в Массачусетском технологическом институте, раньше не видел подобных премий. Это лишь малая часть той ценности, что они создали. Это, конечно, правда, но я больше волнуюсь, что ученые из других проектов начнут завидовать. Возможно, они захотят больших бонусов. Лучжо улыбнулся и беспечно ответил. Если они завидуют, то им следует работать усерднее. Институт перспективных исследований предоставляет им исследовательскую среду мирового класса. Это не дом престарелых, это исследовательский институт. Что касается слишком высоких премий, это разве проблема? Если в будущем они добьются еще лучших результатов, я куплю им дома. Я хочу, чтобы все научное сообщество знало, что, если человек усердно работает на меня, то он получает достойную компенсацию. Пока ученые дают ценные результаты, они будут получать равноценную оплату. Лучжоу всегда верил, что люди, которые расширяли границы цивилизации, больше всего заслуживают разбогатеть. Вот почему он тратился на такие вещи, как большой дом и хорошая спортивная машина. Хотя некоторые размещали фотографии его дома в интернете и заявляли о незаконных источниках его имущества, ему было все равно, почему все в детстве хотят быть учеными, а когда вырастают мечтают стать звездой. Лучжоу считал, что публика должна ценить ученых больше, чем артистов. Хотя Ян Сюй поражался решением Лучжоу, будучи директором Института вычислительного материаловедения и членом Совета директоров Института перспективных исследований, он должен ставить интересы Института на первое место. А что тогда с теоретическими областями? Там трудно получить ценные результаты. Однако Институт вычислительного материаловедения не достиг бы таких результатов, без теоретических исследований. Знаешь, почему Институт вычислительного материаловедения в Массачусетском института так и не появился. Не потому, что им не хватает денег, а потому, что они слишком хороши в материаловедении. Все умелые ученые едут сразу в Кремниевую долину. Услышав слова Ян Сюя, Лучжоу на некоторое время замолчал. Ты прав, это проблема. Он думал несколько секунд. Теоретические исследования также следует поощрять. Если результат достаточно значителен, они также должны получать премию. Ян Сюй потерял дар речи. В действительности Лучжоу всегда мечтал создать фонд для ученых-теоретиков, который затронет такие области, как физика, математика, химия и биология. Он должен найти способ как-то потратить свои деньги. Он мог бы взять пример с Нобеля, но было слишком рано думать о подобном. Ему придется подождать, по крайней мере, пока он не будет прикован к кровати. Лучжоу вернулся в свой кабинет и достал из ящика стола бумагу. Прорыв в области углеродных чипов был первоочередной задачей, и он должен был сначала проинформировать соответствующие ведомства. Конечно, Лучжоу собрался писать это письмо не только из-за прорыва в области чипов. Это также связано с ценностью углеродных чипов, которая гораздо больше, чем просто увеличение пределов в производстве микросхем. Это было также связано с другими свойствами графена, такими как топологические изоляторы и специфичные температурные характеристики, которые можно применять в полупроводниковой промышленности. Согласно теоретическим расчетам, майорановские фермионы должны образовываться в области ядра между трехмерным топологическим изолятором и сверхпроводником, что может реализовать топологические квантовые вычисления. Что это значит? Это значит, что углеродные чипы не только изменят отрасль микросхем, но и создадут возможность майорановские фермионы для построения топологических кубитов. С точки зрения непрофессионала, это открывает новую дверь для разработки квантовых компьютеров. Лучжоу, ученый, получивший Нобелевскую премию в области материаловедения, сразу же осознал потенциальную ценность углеродных чипов. Текущее достижение лишь вишенка на торте. Реализация топологических квантовых вычислений создаст революцию в электронике и даже цивилизации. Лучжоу закончил писать письмо на более чем 2000 слов. Он положил письмо в конверт и положил его на угол своего стола. Он отдаст его в Анпену и попросит того отправить его в Пекин. Если технология управляемого термоядерного синтеза первый ключ к будущему, то квантовые вычисления будут вторым. Лучжоу чувствовал себя очень счастливым, потому что именно у него был этот ключ. Чинь Юй Шань, как обычно, работала в своем кабинете на верхних этажах здания компании. Она придерчиво просматривала документы, присланные из различных отделов компании. Хотя она была немного загруженной, она была счастлива. Особенно когда она увидела оказываемое влияние старской теченолога на мир, она почувствовала, что ее жизнь стала осмысленной. Если бы Лучжоу не пригласил ее тогда, то она скорее всего скучала бы в каком-нибудь министерстве в Пекине. Хотя многие позавидовали бы такой работе на правительство. Но она всегда чувствовала, что так ее образование было бы напрасным. Она потянулась и уже собиралась встать, когда зазвонил телефон на углу стола. Она подняла телефон и ответила, «Да, это я». Чинь Юй Шань мгновенно узнала голос, ухмыльнулась и в шутку спросила, «Разве ты не закрылся дома и следую гипотезу Римана?» «Почему ты вдруг решил первым позвонить мне?» «Ну, я уже закончил». «Кстати, помнишь проект углеродных чипов, о котором я тебе рассказывал?» Чинь Юй Шань улыбнулась. «Помню, появились результаты». В действительности она не испытывала оптимизма в отношении этого проекта, поскольку сама идея была достаточно распространена. Еще в 2018 году Мицерсофт заявили, что добились значительного прогресса в исследованиях в данном направлении, но все еще не было никаких реальных результатов. Но Лучжоу был слишком упрям. Если он хотел тратить деньги на этот исследовательский проект, никто не смог бы его остановить. Точно так же, как он захотел потратить деньги на аэрокосмическую промышленность. Однако ответ с другого конца заставил Чинь Юй Шаня замереть. «Да, прошлой ночью они изготовили его». «Изготовили». Воцарилась тишина. Лучжоу терпеливо ждал. Однако ему стало интересно, не оборвалась ли связь. Внезапно он услышал, как что-то упало на землю. Чинь Юй Шань быстро подняла телефон и проверила, не треснул ли у нее экран, а потом спросила с недоверием. «Изготовили». «В плане, углеродный чип, ты уверен?» Лучжоу кашлянул. «Да, уверен». «Я не шучу». Чинь Юй Шань чихнула. Вздохнув, Чинь Юй Шань серьезно спросила. «Ты понимаешь, что это значит?» Лучжоу удивился. «Ты прикалываешься?» «Он тот, кто открыл свойства изолятора матта в графене, и тот, кто создал сверхпроводник из графена». Прежде чем Лучжоу успел ответить, Чинь Юй Шань продолжила. «Углеродные чипы расширят предел производства чипов. Мы сможем получать не менее 30% прибыли с каждого произведенного чипа. Мы станем новыми Куалцом в области чипов. Нет, даже Куалцом придется преклониться перед нами. И не только это. Это также прекрасная возможность для нашей страны. Ты понимаешь? Мы получим существенную поддержку со стороны государства». Чинь Юй Шань поняла, что у нее пересохло во рту, поэтому она схватила чашку и сделала глоток чая. Однако чай не помог ей успокоиться. С другого конца раздалось тихое покашливание. «Я уже знаю все это. К тому же ты упустила еще один момент. Это не только улучшит традиционные компьютерные чипы, но и майорановские фермионы с нулевой энергией в области вихревого ядра на границе раздела между трехмерным топологическим изолятором и сверхпроводником создают возможности для построения топологических кубитов. Понимаешь значение этого? Прежде чем Чинь Юй Шань успела ответить, Лу Чжоу продолжил объяснять. «Это значит, что квантовые компьютеры больше не являются научной фантастикой. Мы нашли материал, который можно использовать для создания топологических кубитов». Чинь Юй Шань замерла в полном замешательстве. «Подожди, квантовые компьютеры? Я не понимаю. Она не совсем понимала, как квантовые компьютеры связаны с чипами. И, очевидно, не знала, что за топологические изоляторы и майорановские фермионы. Я такая глупая». Лу Чжоу с самодовольной улыбкой сказал, «Как чипы связаны с квантовыми вычислениями обсудим в другой раз. По сути, прорыв в области углеродистых чипов намного больше, чем просто компьютерные чипы». Я также отправил письмо в Пекин по этому вопросу. «Если все пойдет хорошо, мне позвонят из государственного управления по патентам. Мне надо, чтобы ты согласовала все с соответствующими министерствами и сформировала патентный план. Если можешь, то уже сегодня отправь команду в институт». Чинь Юй Шань кивнула и уверенно ответила. «Не волнуйся, я справлюсь». Лу Чжоу кивнул «Хорошо, спасибо». Им нужно подготовить не только патенты, но и многое другое для этого чипа, что изменит мир. Например, им нужно найти партнера по производству, затем разработать производственный процесс, который сможет удовлетворить потребности рынка, а также еще сильнее уменьшить размер транзисторов, превзойдя производительность кремниевых чипов, которые возглавляли электронную промышленность в течение десятилетий. Независимо от того, насколько продвинутой была технология, если ее нельзя запустить в производство, она бесполезна. Но если они действительно добьются запуска в производство и успешно выйдут на рынок, тогда рынок сам протолкнет эту технологию вперед. Когда дело доходило до технических вопросов, Лу Чжоу знал, каких специалистов нанимать. Но когда дело касалось бизнеса, ему нужно обращаться за помощью к Чинь Юй Шань. Сказав Чинь Юй Шань решить все формальные вопросы, Лу Чжоу оставил дело в стороне и вернулся к изучению гипотезы Риммана. Задача чистой математики и легендарное задание для него гораздо привлекательнее денег. Он сидел в своем кабинете допоздна. Закончив работу, Лу Чжоу сел на заднее сидение машины и передал Ван Пыну письмо. Ван Пын взял письмо и спросил, что это, отправьте его в Пекин. Лично, Лу Чжоу покачал головой и улыбнулся. Не обязательно найди кого-нибудь, кому доверяешь. И если ты уедешь, то кто будет развозить меня? Ван Пын кивнул и не стал спрашивать, что в письме, после чего кинул письмо в бардачок. После того, как отвезет Лу Чжоу домой, он собирался доехать до офиса Министерства государственной безопасности, который находился неподалеку. Там он найдет кого-нибудь для доставки важного письма. Вернувшись домой, Лу Чжоу отправился принять душ. Потом он сказал Сиаю приготовить ему чашку теплого молока и пошел в свой кабинет. Он добился некоторого прогресса в гипотезе Риммана. Теперь ему нужно постоянно совершенствовать математические инструменты, что он изобрел, а также изучать статьи, которые могли бы его вдохновить. Он просмотрел форум Матха Верфлов, в частности страницу профессора Таа. К сожалению, профессор Таа в последнее время не проявлял никакой активности и не участвовал в обсуждениях. Скорее всего он все еще изучал последнюю статью Лу Чжоу. Неужели моя работа так слажена для понимания? Думал ему потребуется не больше дня для изучения статьи. Лу Чжоу улыбнулся и покачал головой. Он продолжал читать некоторые сообщения, связанные с гипотезой Риммана. Полистав страницы некоторое время, он не нашел ничего ценного для обсуждения. Он зевнул и закрыл сайт. Хозяин, вот чашка теплого молока. Спасибо. Согревая ладони об чашку, Лу Чжоу медленно сделал глоток. После перемещения Сиая в квантовый компьютер, тот похоже не особо изменился. По крайней мере, вкус молока не отличался от прежнего. Возможно Лу Чжоу просто не заметил изменений. Пока Лу Чжоу смотрел на черновики на столе, в его голове появилась мысль. Он посмотрел на дрона Сиая и спросил. Сиай, если бы я попросил тебя решить гипотезу Риммана, сколько времени это у тебя заняло бы? Сиай молча парил в течение пары секунд, а потом из динамика дрона раздалось. Хозяин, Сиай может только сказать, что первые 100 триллионов нулей дзета-функции Риммана находятся на критической линии. Может ли хозяин установить верхнюю границу для этой задачи? Лу Чжоу удивился. Он так быстро подсчитал первые 100 триллионов. Наилучший опубликованный результат доказал, что первые 10 триллионов нулей дзета-функции Риммана находятся на критической линии. Данный результат совместно получили Гордон и Демишель, два специалиста в области аналитической теории чисел. Лу Чжоу вспомнил, что слышал в Принстоне о том, сколько им потребовалось времени, чтобы получить этот результат, но он не помнил точно. В конце концов, они не публиковали всех деталей, поскольку подобные расчеты не вызовут интереса у математиков. Единственное, в чем Лу Чжоу был уверен, что количество вычислений намного превышало то, что мог бы выполнить обычный компьютер. Даже с помощью суперкомпьютера нужно много времени. Поэтому Лу Чжоу был шокирован. Он не ожидал, что квантовый компьютер сможет улучшить результат в 10 раз за секунды. Что если использовать его для взлома паролей платежных систем? Нет, к чему пароли платежных систем? Этот квантовый компьютер способен расшифровать любой шифр, который строится на простых числах. Хозяин Лу Чжоу услышал обращение Сиая и ответил. Ничего, я пойду спать. Оставляю уборку на тебя. Хорошо, Сиая справится. Лу Чжоу с улыбкой посмотрел на энергичного Сиая. Возможно, его беспокойство излишне. Однако этот компьютер способен уничтожить основы современной цивилизации. Была глубокая ночь. Пока Лу Чжоу спал, письмо доставили в Пекин. Спустя два часа коммунистическая партия Китая тут же созвала нескольких высокопоставленных чиновников, а также пригласили многих академиков из области электроники. Некоторые люди уже спали, но телефонный звонок разбудил их, и они вернулись к работе. Уже во время звонков их ждали машины. Подобные ситуации случались и раньше. Когда запускался проект термоядерного синтеза, была такая же буря. В конце концов, Лу Чжоу недооценил влияние своего письма. Конечно, не только Лу Чжоу, Чин Юй Шань, Ян Сю и даже профессору не ожидали такого огромного отклика. Но тут не было ничего удивительного. Технология углеродных чипов окажет огромное влияние не только на Китай, но и на остальной мир непредсказуемым образом. Китай отставал в производстве электроники и пытался догнать США, Японию, Европу и Южную Корею. Но теперь, с крупным прорывом в области чипов, они могут оказаться впереди всей отрасли. Если Китай сможет воспользоваться преимуществами, то станет лидером. Лу Чжоу не ожидал получить ответ уже на следующее утро после того, как сказал Ван Пену отправить письмо. В ответе, помимо благодарности ему и Институту перспективных исследований, также спрашивалось его мнение относительно запусков производства углеродных чипов. У Лу Чжоу не было никакой конкретной позиции. Его лишь поразила оперативность Пекина. Ночью они провели совещание, а утром уже прислали ответ. Держа конверт в руке, Лу Чжоу спросил. Так быстро? Ван Пен объяснил. Все письма подобного уровня пересылают по воздуху. Доставка из Пекина до Цзинлина занимает полчаса. Мне позвонили в 4 часа утра и сообщили, что письмо прибыло в офис Министерства безопасности. Я не это спрашивал. Ладно, забудь. Лу Чжоу убрал письмо и сказал Ван Пену. Отвези меня в Цзинлинский университет. Ван Пен кивнул и открыл дверь машины для Лу Чжоу. Садись. Лу Чжоу на время отложил вопрос о чипах. Приехав в университет, он, как обычно, пришел в свой кабинет и сел за стол. Поскольку вчера он получил награду за задание, он рано ушел с работы и отправился в Институт перспективных исследований, а позже он погрузился в чипы, из-за чего оставил свое исследование на полпути. Лу Чжоу достал незаконченные вчерашние записи и потратил несколько минут на ознакомление. Потом он взял ручку и начал заканчивать свои расчеты. Время шло и стрелка на часах переместилась с 8 до 9. Внезапно дверь кабинета открылась. Лу Вэнь Сюань взволнованно вошел со стопкой бумаг в руки. Недавно я просматривал статьи Дайсона и угадай, что я нашел. Лу Чжоу привык к тому, что Лу Вэнь Сюань не стучал. Он поднял глаза и шутя ответил. Дайсон, физик, который переключился на написание научной фантастики. Он не какой-нибудь там писатель-фантаст, он мой кумир. Лу Вэнь Сюань помахал стопкой бумаг в руки и уверенно заявил. Я нашел кое-что интересное в его статье, я уверен, что тебе будет интересно. Лу Чжоу просто шутил насчет научной фантастики. Очевидно, он знал, что вклад Дайсона гораздо больше, чем просто несколько фантазий. Теория спиновых волн Дайсона одно из самых выдающихся достижений физики 1950 годов. Однако, как и Хакинг, из-за известности Дайсона в мире научной фантастики его научные способности часто упускались из виду. В конце концов, в глазах общественности ученые либо замкнутые гении, либо занудные фрики. Волнение Лу Вэнь Сюань не смутило Лу Чжоу, который спокойно ответил. Прямо сейчас меня интересует только дзета-функция Риммана. Если ты говоришь об исследовании их квантовой хромодинамики, то предлагаю тебе обсудить это с другими профессорами-физиками. Это не о квантовой хромодинамике, я говорю о дзета-функции Риммана. О! Лу Чжоу теперь заинтересовался и отложил ручку. Тогда расскажи, что ты нашел в его работах. Лу Чжоу не верил, что Дайсон раньше изучал гипотезу Риммана. Хотя физика и математика тесно связаны, разрыв между теоретической физикой и аналитической теорией чисел слишком велик. Лу Вэнь Сюань положил стопку бумаг на стол и энергично заговорил. Вернее это дневник, который, судя по всему, написал сам Дайсон. Мой друг из Принстона, когда ходил в библиотеку Файерстауна наткнулся на него у старика. Ты ведь понял о каком я старике? Тот, который всегда в пижаме и походит на волшебника. Правильно, это он. Конечно, дело не в нем. Дело в том, что мы нашли в дневнике. Лу Вэнь Сюань взял телефон и показал Лу Чжоу фотографию. В дневнике Дайсона мы нашли запись его разговора с Монт Гомери. Лу Чжоу вскинул брови. И Лу Вэнь Сюань взволнованно сказал. Они говорили о гипотезе Риммана. Хотя Дайсон не математик, результаты оказались чрезвычайно поразительными. Веришь ли, что функция плотности нулевых точек дзета функции Риммана согласуется с функцией парной корреляции Эрмитовой Матрицы? Лу Чжоу заинтриговали слова об Эрмитовой Матрице. Лу Вэнь Сюань заметил, что Лу Чжоу стало интересно, поэтому положил на стол бумаги. Тогда я нашел его статью, опубликованную в Физикс Ревью. Тебе все еще не интересно? Дай мне сначала посмотреть. Лу Чжоу встал со своего стула и начал читать. Когда он добрался до второй страницы, он посерьезнел. Удивительно. Никогда не слышал, чтобы кто-то, изучающий гипотезу Риммана, упоминал эту работу. Лу Вэнь Сюань сел на угол стола и ухмыльнулся. Ничего удивительного. Видел хоть раз, чтобы кто-нибудь на Матха Верфлов говорил об использовании доказательства критической полосы? Данная статья существует уже более полувека без каких-либо обновлений. Ты прав. Лу Чжоу посмотрел на Лу Вэнь Сюаня и спросил. Можешь сесть на стул? Виноват. Лу Вэнь Сюань встал со стола. Я привык так сидеть на своем столе. Лу Чжоу снова сосредоточился на статье, и чем больше он читал, тем больше удивлялся. Не из-за результатов исследований профессора Дайсона, а из-за таинственного явления, обнаруженного Дайсоном. Плотность распределения значений случайной эрмитовой матрицы N-порядка составляла P1N, CXP2JK, JK. Анализируя плотность распределения, используя полукруговой закон Вигнера для выполнения скалярного преобразования значений, а затем нормируя средний интервал значений до 1, можно получить корреляционную функцию P2,1,2,1,sin,2,1,2,1,2. Что это значит? Это не что иное, как корреляционная функция 0 и Z-функции Риммана. Они не просто такие, они точно такие же. Очень интересно. Лу Чжоу потер подбородок. Он был заинтригован больше, чем когда-либо. На самом деле, он был не просто заинтригован, он был в неверии. Почему чисто математическая функция связана с реальным физическим явлением, наблюдаемым в квантовых системах, неупорядоченных средах и нейронных сетях? Откуда взялось это таинственное взаимоотношение? Лу Чжоу нахмурился. Предчувствие подсказывало ему, что он совсем близок к сути. Но как он мог применить их? Внезапно Лу Чжоу получил уведомление о новом письме. Заметив, что Лу Чжоу посмотрел на компьютер, Ло Вань Сюань с любопытством спросил, что такое новое письмо. Похоже, это из редакционного отдела математических хроник. Лу Чжоу нажал на уведомление и начал читать письмо. Ло Вань Сюань помолчал мгновение, а потом спросил. Одобрено? В кабинете воцарилась тишина. Все прислушивались к разговору. Особенно Хычин Вань, который сидел неподалеку. Лу Чжоу какое-то время молча смотрел на письмо. Затем неуверенно сказал. Отклонено? В кабинете на несколько секунд воцарилась тишина. Спустя время все в кабинете выглядели растерянными. Какое к черту отклонено? Не только все присутствующие, но и сам Лу Чжоу не мог поверить в ответ. После того, как Лу Чжоу внимательно прочитал рецензию профессора Фальтингса, у него появилось приблизительное представление, почему работу отклонили. Профессор Фальтингс считал, что в некоторые положения в статье весьма противоречиво и приводит к серьезным ошибкам в доказательстве в основной части статьи. Фальтингс полагал, чего недостаточно для доказательства, что при бесконечно малом значении в области РС-1 не существует ни нулевых тривиальных точек. Впервые работу Лу Чжоу отклонили. Лу Вань Сюань стоял позади Лу Чжоу и тоже читал рецензию. Он сглотнул и спросил. Есть проблема с доказательством? Лу Чжоу покачал головой. Еще слишком рано делать выводы. Подожди пока я проверю. Хэ Чин Вань, который прислушивался к разговору, чуть не выронил свою ручку. Поразительно. Когда статьи большинства людей отклоняются, первым делом они идут исправлять работу, чтобы удовлетворить рецензента, а Лу Чжоу не согласен с проверкой. Хэ Чин Вань не мог не вздохнуть. Лу Чжоу действительно бог. Если бы я мог стать таким же классным, как он. Лу Чжоу было все равно, что думают его студенты. Лу Чжоу наклонился и вытащил свою черновики, где доказывал гипотезу. Он начал проверять комментарии фальтинг со строка за строкой. Лу Вань Сюань понятия не имел, что делает Лу Чжоу, поскольку он не разбирался в аналитической теории чисел. Он стоял, недоумевая позади Лу Чжоу, делая вид, что все понимают. Прошло 10 минут. Как раз, когда Лу Вань Сюань зевнул, Лу Чжоу внезапно закрыл свои черновики и бросил на стол. Лу Вань Сюань с любопытством спросил, что в итоге. Лу Чжоу покачал головой. Не думаю, что есть какая-то проблема. Лу Вань Сюань спросил. Тогда. Фальтингс не прав? Лу Вань Сюань не был уверен, что Лу Чжоу прав. В конце концов, Фальтингс первый человек в области математики после Гратин Дика. Его влияние в математике больше, чем у наставника Лу Вань Сюаня, Эдварда Виттина. Однако у Фальтингса очень скверный характер, поэтому его не так любили в научном сообществе, как Виттина. Слишком рано говорить, кто прав, а кто нет. Лу Чжоу встал со своего стула, а потом добавил. Я поговорю об этом с профессором Фальтингсом. Боюсь, с ним немного сложно разговаривать. Обычно он не меняет своего мнения, к тому же, Лу Вань Сюань после небольшого колебания добавил. Если не сможешь убедить его, то он лишь посмеется над тобой. Меня это не волнует, сказал Лу Чжоу. Если он прав, я внесу необходимые исправления. Если я прав, я вообще не буду менять свою работу. А если вы не сможете убедить друг друга? Подобные ситуации довольно распространены в математике. Когда два человека имели схожий уровень, одному было очень трудно убедить другого. В конце концов, чем более сложная тема, тем менее очевидными кажутся разные моменты. Иногда двое ученых могли очень долго спорить о своей правоте. Конечно, в этом и заключалась прелесть математики. Спор не мог длиться вечно. В определенный момент находиться правда. Даже когда новая предложенная теорема могла разрушить все основы математики, всегда находился способ разрешить противоречия. Если никто из нас не сможет убедить другого. Луччоу сделал паузу, а потом беспечно добавил. Тогда это будет зависеть от того, кто сможет убедить общественность. Все секреты рано или поздно становятся известны. Когда Луччоу получил ответ от математических хроник, на Матхаверфлав произошло нечто важное. Кто-то опубликовал, что статья Луччоу была отклонена рецензентом Фальтингсом. Тут же весь форум начал обсуждать случившееся. Профессору Лу отказали? Это невозможно. Я же говорил вам, что в его доказательстве есть ошибки. А вы мне не поверили. Я не единственный, кто так думает. Даже профессор Фальтингс согласен со мной, идиоты. Достаточно распространено, когда отклоняют работу. Не. Даже выдающиеся ученые допускают небольшие ошибки. Работу не просто отклонили. Разве вы не видели скриншот? Если верить формулировке отказа, то в статье есть серьезные проблемы. Есть серьезные ошибки в основной части доказательства. Вообще говоря, это означает, что, если Луччоу не сможет внести необходимые исправления, то статью можно просто выкинуть в мусорку. Это необычно. В этом нет ничего необычного. В конце концов, рецензент Фальтингс. На самом деле рецензирование строго конфиденциальное. Однако каким-то образом скриншоты просочились. После того, как редакционный отдел математических хроник узнал о скриншотах, они тут же связались с администраторами форума Матхаверфлов. Администраторы согласились удалить посты, но ничто в интернете нельзя удалить по-настоящему. Не говоря уже о том, что математическое сообщество любило посплетничать. Подобные новости вызвали бурное обсуждение в сообществе. В конце концов, Фальтингс и Луччоу – две известные личности в математическом мире, и они обсуждали самую важную проблему в математике. Спор длился несколько дней, и ни одна из сторон не выступила с ответом. У Фальтингса не было учетной записи Матхаверфлов, в то время как Луччоу не любил писать сообщения. Пока люди обсуждали, что будут делать Луччоу и Фальтингс, Зиньлинский университет внезапно опубликовал новость. Она была короткой, всего в пару абзацев. Однако содержащаяся в ней информация была огромной. 18 декабря наш университет проведет доклад о гипотезе Квазиримана в аудитории Старого корпуса. На вопросы, касающиеся доказательства, будут даны ответы. В настоящее время регистрация открыта. Всех заинтересованных участников просим зарегистрироваться до 7 декабря. Ведущий академик Луччоу, в момент, когда опубликовали новость, математическое сообщество закипело. Проведете доклад? Поразительно. Выглядело так, что Луччоу не сдался. Все фарумчане Матхаверфлов являлись математиками, и хотя их не назвать таким же впечатляющими, они все равно уважаемые ученые. Впервые они услышали, что кто-то противостоит рецензенту уровня Фальтингса. Люди начали строить предположение о том, что именно произойдет между Фальтингом и Луччоу. Он собирается противостоять Фальтингсу лицом к лицу? Похоже, что математические хроники замешаны в этом. Профессор Лу раньше работал редактором журнала, я уверен, что математические хроники не отвернутся от данной ситуации. Может быть, у них просто научный спор? Я уже зарегистрировался. Уже забронированы отели авиабилеты в Цзиньлин. У меня такое чувство, что это будет весьма захватывающе. Они будут драться? Готов поспорить, что профессор Лу выиграет драку? Улыбка. Профессор Фальтингс может даже не приехать. Я действительно думаю, что это важный доклад, особенно для ученых в области аналитической математики. Неважно, кто прав, доклад самого Луччоу стоит посетить. Знаете, что сайт Цзиньлинского университета не грузится. Билеты на доклад уже перепродают по цене в 1000 долларов за штуку. Что за? Фактически, через час после того, как Цзиньлинский университет объявил о докладе, официальный сайт математического факультета оказался парализован. В университете были не самые лучшие сервер. Он едва справлялся со студентами, которые выбирали расписание, а трафик со всего мира и подавно не выдержал. Никто не ожидал, что этот доклад будет настолько популярен. Хотя с факультета информатики подготовились к подобному, они все еще не могли справиться с резким увеличением трафика посетителей. После того, как они узнали о перекупщиках билетов, им пришлось закрыть регистрацию. Каждый запрос на билет теперь проверялся вручную и требовал удостоверения личности по паспорту. Другими словами, для регистрации нужно ввести свои паспортные данные. Однако даже так ситуация не сильно улучшилась. Не только это, но и цены на проданные ранее билеты выросло еще сильнее. Большинство профессоров были ошеломлены. Они никогда раньше не встречали подобного. Всякий раз, когда приходила их очередь проводить доклад, они почти не продавали билетов. Они никогда не слышали о том, чтобы билеты на доклад распродавали. Декан Лу посмотрел на занятого профессора информатики, который работал над сервером. С термосом в руке он вдруг сказал. Старик Цинь, наш математический факультет поразителен. Да, в прошлый раз это было в том же зале, что и сейчас. Но тогда было не так впечатляюще. Да, Декан Цинь не знал, что еще сказать. Сервер исправен, мы можем перезапустить его в любое время, сказал один из профессоров. Он работал последние пять часов. Он вытер поцалба и добавил. Но, судя по трафику, я не знаю, как долго он продержится. Декан Цинь помолчал, а потом вздохнул. Все должно хорошо, это просто на несколько дней. После завершения регистрации мы уберем страницу регистрации. Хорошо. Профессор информатики развернулся и пошел обратно в серверную. Тем временем, в математическом институте Макса Планка в Германии, профессор Фальтингс сидел в кабинете директора и спокойно заканчивал читать пригласительное письмо Лучжоу. Очевидно, что ученому математику его уровня нет надобности искать билеты. Не говоря уже о том, что в течение последних трех дней у него был оживленный спор с Лучжоу. Он тот человек, которого Лучжоу больше всего хотел видеть на докладе. На лице Фальтингса постепенно появилась улыбка. Хотя она была полна высокомерия, это все еще была улыбка. Бородатый немецкий аспирант сидел напротив Фальтингса. Он сказал, профессор, мне кажется или он не воспринимает вас всерьез. Будучи учеником Фальтингса, Флетчер гордился этим. В конце концов, каждый, кто окончил университет под руководством Фальтингса, становился великим математиком. От Синьи Тимати Цзуки, который доказал апцгипотезу, до Шоу Чжана, известному китайскому математику. Флетчер не сомневался, что Фальтингс величайший математик современности. Особенно после того, как Гратин Дик ушел из жизни. Все в порядке, Флетчер, как только ты приблизишься хотя бы к его уровню, тебя не будут волновать подобные мелочи. Фальтингс закрыл свою почту и слегка поправил очки, медленно произнося. Я понимаю его. Если ни один из нас не сможет убедить другого, тогда нам придется посмотреть, кто из нас может убедить общественность. У Флетчера чуть не вывались глаза от удивления. Что за? Я на вашей стороне, старик. Почему ты придираешься ко мне просто так? Уже не первый раз, когда вы делаете подобное. Фальтингс не заметил, что обидел своего аспиранта. Конечно, понимание пониманием, но в его аргументации есть серьезные недостатки. Это не изменится. Заранее извиняюсь, но мне придется застыдить его публично. Фальтингс встал и поправил воротник. Флетчер спросил у своего руководителя. Профессор, куда вы идете? Я собираюсь немного посидеть в кафе, пришло время после обеденного чая. Кстати, словно он что-то забыл, профессор Фальтингс посмотрел на аспиранта и добавил. Не забудь купить мне билет в Цзиньлин. Флетчер недоверчиво посмотрел на своего босса. Вы собираетесь поехать? А почему нет? Фальтингс посмотрел на него и беспечно добавил. Как я уже сказал, он заплатит высокую цену за свою неопытность и высокомерие. Лучоу не ожидал, что у математического сообщества возникнет такая бурная реакция. Больше всего он не знал, как ему следует реагировать на перепродажу билетом. Не говоря уже о том, что они перепродавались по гораздо более высокой цене. Если бы у него не было много денег, он бы сам присоединился к продаже билетов, зарегистрированных более 20 тысяч, и это лишь на третий день, сказал Декан Цзинь Лучоу, сидя в его кабинете. Это пугает. Некоторые могут подумать, что мы проводим международный конгресс математиков здесь. Лучоу виновата улыбнулся. Я доставил вам хлопот. Декан Цзинь отмахнулся. Это не проблема. Будет здорово, если ты будешь проводить больше таких докладов. Ты даже не представляешь, как завидует Шуйму. Старик Ван Шичен уже неоднократно спрашивал, когда мы проведет доклад в их университете. У нас есть место для проведения, у нас есть деньги, так в чем проблема? Лучоу улыбнулся. Верно, заранее спасибо. Ни за что. Декан Цзинь улыбнулся. Кстати, я обнаружил, что более сотни первых билетов размещены в продаже. Стоит ли нам аннулировать эти билеты, что не требуют паспорта? Лучоу немного подумал и покачал головой. Не нужно, поскольку мы сами продали их, то будет нехорошо говорить, что они недействительны. Если Цзиньлинский университет хотел показать себя как математический центр мирового уровня, они не должны совершать подобные неэтичные поступки. Не говоря уже о том, что Лучоу было любопытно, что за люди купят эти билеты. После его прошлого доклада зал старого корпуса расширили и теперь в нем могло поместиться от двух до трех тысяч человек. Помимо 200 приглашенных, было доступно более 2000 мест. Пока кто-то обладал научной квалификацией, он мог получить билет, зарегистрировавшись. Любой ученый в области теории чисел мог присутствовать на этом докладе. Ведь, скорее всего, менее 2000 ученых занимались гипотезой Риммана, не говоря уже о критической линии. Внезапно Лучоу кое о чем подумал. Возможно, они едут из-за меня? Лучоу смущенно улыбнулся и подсознательно коснулся своей щеки рукой. Как неловко. Декан Цинь мог лишь с недоумением посмотреть на него. Споры на Матха Верфлов все еще кипели. Особенно о том, верно ли доказательство Лучоу или нет. Они также обсуждали доклад, что пройдет через неделю. Люди, у которых имелись сомнения в работе Лучоу, стали достаточно смелы, чтобы высказаться, во многом благодаря рецензии Фальтингса. Они начали споры со сторонниками Лучоу. Администраторы Матха Верфлов не ожидали, что из-за этих споров посещаемость Матха Верфлов увеличится в 4 раза. На сайт в основном заходили молодые ученые. Некоторые из пожилых, более упрямых ученых не имели привычки сидеть на форумах. Но теперь даже старые ученые зарегистрировались и стали клавиатурными воинами. Вскоре регистрация на доклад закрылась. После отбора участников, Цзиньлинский университет разослал пригласительные письма. Цены на перепродаваемые билеты достигло 5,000 долларов, что заставило других присутствующих почувствовать, что они в выигрыше. Лучоу также подготовился к докладу. Фальтингс влиятельный ученый. С точки зрения престижа в научном мире он находился в авангарде. Многие называли его первым человеком после Гратин Дика. Убедить его будет нелегко, если только Лучоу не сделает свои аргументы безупречными. Пока Лучоу готовился к этому докладу, в Цзиньлинский университет приехал неожиданный гость. Это был никто иной, как профессор Чжан Шоу, великий китайский ученый, один из учеников Фальтинга. Его исследование теоремы Гросса Заги стало весьма выдающимся, и он даже получил китайский эквивалент филдсовской премии. Декан Цинь представил Лучоу профессору Чжану. Они вдвоем сели за кофейный столик и после небольшой беседы вскоре заговорили о предстоящем докладе. Есть ли какое-либо недопонимание между вами с Фальтингсом? Лучоу, который пил чай, удивился этому вопросу. Конечно, нет. К чему такой вопрос? Этот вопрос волнует все математическое сообщество. Профессор Чжан покачал головой. Вы оба столпы математического мира. Если между вами и профессором Фальтингс действительно есть какие-то недоразумения, то надеюсь, что вы сможете разрешить его и сохранить гармонию между китайским и международным математическим сообществом. Лучоу улыбнулся. Профессор Чжан, вы ошибаетесь. Это лишь слухи. Профессор Чжан немного помолчал и сказал. Не мне это говорить, но вам не кажется, что вы слишком поспешно решили провести доклад. Лучоу покачал головой. Я не думаю, что есть проблема с моим доказательством. Фальтингс считает, что есть проблема. Если это так, то мы должны обсудить это на докладе. Но что, если вы не правы? Это бросит тень не только на вашу научную репутацию, но и на репутацию всего китайского математического сообщества. Вы думали об этом? Лучоу улыбнулся и ответил. Разве это повод переживать? Профессор Чжан замолчал и вздохнул. Похоже, вы решились. Лучоу улыбнулся. Профессор Чжан, вы проделали весь этот путь только лишь, чтобы убедить меня не проводить доклад? Профессор Чжан кивнул, а потом покачал головой. Он вздохнул и со вздохом заговорил. Я планировал это, но теперь решил не делать этого. Возможно, вы правы. Так называемая репутация просто не относящаяся к делу вещь. И ученый должен отстаивать то, что он считает правильным. Он вдруг улыбнулся и с восхищением добавил. Я, наконец, понял, почему вы смогли так многого добиться. Лучоу ничего не понял. Я не понимаю, о чем он. Пожалуй, просто улыбнусь. Пока математики были взбудоражены предстоящим докладом, отрасль электроники тоже была потрясена одним письмом. Крупные бизнесмены с капиталом в десятки миллиардов чувствовали, что скоро много изменится. Однако, как бы они не использовали свои связи, они не смогли выяснить даже крупицы информации. Кто-то говорил о вводе новых политик по поддержке полупроводниковой промышленности, кто-то говорил, что произошел прорыв в технологии литографии. А некоторые предполагали, что страна собирается увеличить полупроводниковую промышленность, чтобы стать пятой по величине страной в мире. Последний слух был очень близок к истине. После появления новостей о прорыве в технологии чипов в Пекине тут же обсудили о создании централизованного управления для производства и разработки нового вида проводников. Это будет удобно в плане секретности, а также в распределении ресурсов. Конечно, конкретное содержание собраний было раскрыто только высокопоставленным правительственным ведомством. Все, кто присутствовал на встрече, подписали соглашение о неразглашении и будут находиться под наблюдением в течение года. Многие лидеры отрасли чувствовали, что что-то происходит, но множество слухов были слишком подозрительными, словно государство специально распустило их. Генеральный директор Хуави Иван Чженфой был одним из таких людей. Его инстинкты подсказывали ему, что в полупроводниковой промышленности назревает буря. Однако только Господь знал, каким будет результат после шторма. Но пока все остальные ждали результатов, на него столе появилось приглашение на закрытое собрание. Когда Ван Чженфой взглянул на приглашение, с его сердца словно камень упал. Наконец пришло время. Пекин, здание правительства. Большой конференц-зал переполняли люди. Ван Чженфой нашел свое место и сел. Он огляделся и обнаружил, что его старый коллега Лицзэсюань тоже здесь. Генеральный директор Ли тоже заметил его. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Черт, кто распределял места? Я не ожидал, что вы, господин Ван, тоже получите приглашение. Ван Чженфой улыбнулся. Я был занят, но не мог пропустить такое собрание. Лицзэсюань улыбнулся и ничего не сказал. Занят? Какая шутка. Вы не осмелитесь пропустить правительственное собрание. Они больше не разговаривали, а просто молча сидели и ждали начала встречи. Ван Чженфой использовал это время, чтобы посмотреть на других участников. Он заметил, что все влиятельные люди в полупроводниковой или электронной промышленности. Это дало ему представление о том, чему будет посвящено собрание. Однако он тут же замер. Стоп. У всех этих людей есть также деньги. Возможно, аэрокосмической промышленности понадобилось финансирование. Они же не собираются постричь овец. Вскоре все участники собрались и собрание началось. Участники перестали разговаривать и посмотрели на сцену, куда вышел пожилой мужчина. Когда Ван Чженфой увидел его, он поразился. Глава Государственного комитета по делам развития и реформам, даже не верится, что он проводит собрание. Он стал серьезнее и подсознательно достал блокнот и ручку. Похоже, сегодняшнее собрание обещает быть очень важным. Приношу свои извинения за то, что прерываю ваш напряженный рабочий график. Я собрал вас здесь сегодня, чтобы кое-что обсудить с вами. Прежде чем начнется собрание, я должен подчеркнуть, что все его содержимое должно остаться строго конфиденциальным. Все темы, обсуждаемые здесь, не должны обсуждаться ни с кем за пределами этого зала. Если произойдет утечка какой-либо информации, мы проведем расследование. Человеку, от кого произошла утечка, будет предъявлено обвинение в шпионаже и государственной измене. В конференц-зале поднялся шум. Обвинение в шпионаже звучало очень страшно. Старик оглядел зал и убедился, что его слова дошли до всех. После небольшой паузы он продолжил. Тогда давайте поговорим о деле. Старик кивнул в сторону сотрудника, сидевшего рядом с ним. Вскоре на экране появился слайд презентации. Когда Ван Чжин Фэй увидел название, он замер. Не только он, но и генеральный директор ли, сидящий рядом с ним, а также другие руководители в зале замерли от потрясения. Углеродные чипы? Лидзе Сюань слегка приподнял очки и наклонился вперед, пытаясь получше рассмотреть слайд. Когда он убедился, что на слайде действительно написано углеродные чипы, он не смог удержаться и пробормотал. Это шутка. Ван Чжин Фэй, сидевший рядом с ним, глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Углеродные чипы? Что? Это слишком нелепо. Это так нелепо, что я даже не знаю, как реагировать. Очевидно, что не только они так реагировали. Послышались перешептывания. Углеродные чипы. Все они были знакомы с этой концепцией. Время от времени люди использовали их, как повод для инвестиций. Они видели множество плохо сделанных презентаций, обещающих будущее за углеродными чипами. Однако все знали, что инвестировать в эти проекты лишь сжигать деньги. Не говоря о них, даже Мицерасофт, Гагли и Интел не смогли разобраться в этой технологии. Не все были такими гениями, как Лучжоу. Однако это не было презентацией для инвесторов. Это было собрание, организованное правительством Китая. И здесь сидели лидеры промышленности. На сцене стоял глава Государственного комитета по делам развития и реформам. Темой обсуждения стало будущее полупроводниковой промышленности Китая. Следовательно, слова на слайде значили абсолютно другое. Собрание продолжилось. Презентация продолжилась. Ван Чжинфы удивлялся все больше и больше, и даже рука с ручкой начала дрожать. Это был шанс для Хуави подняться на вершину мира. Это была возможность всей жизни. Он затаил дыхание и сжал кулаки. Он должен воспользоваться этой возможностью. Хуави должна воспользоваться этой возможностью. Он будет сожалеть всю оставшуюся жизнь, если не воспользуется этим. Ван Чжинфы не единственный, кто думал так. Генеральный директор ли, который сидел рядом с ним, а также все остальные руководители, сидевшие вокруг него, затаили дыхание и пристально смотрели на экран. Они не хотели упускать ни одной детали. Глава Государственного комитета по делам развития и реформам не сказал им, кто разработал данную технологию. Иначе они бы с радостью выбежали из конференц-зала и попытались переманить исследовательский институт, разработавший эту технологию. Что касается технической стороны, то в презентации было представлено только изображение из-под микроскопа. В конце концов, сидящие здесь директора не понимали науки, стоящие за всем этим. Применение чипов в квантовых компьютерах было сверхсекретным, поэтому не было необходимости говорить об этом на этом собрании. Во второй половине собраний в основном сосредоточилось на политике правительстве Китая, а также на том, как каждое министерство планирует координировать развитие полупроводниковой промышленности. Государство хотело, чтобы крупнейшие компании промышленно внедрили углеродные чипы. Чтобы позволить всей отрасли более эффективно развиваться и предотвратить внутреннюю конкуренцию, Китай решил создать группу по модернизации микросхем. Они будут отвечать за оказание помощи различным предприятиям в переходе на новые чипы. Проще говоря, они хотели, чтобы каждый получил свою справедливую долю. Тогда каждый начнет выводить технологии на мировой рынок. В конце конференции глава Государственного комитета по делам развития и реформам сказал. После того, как мы увеличим производство чипов, мы станем лидерами мировой полупроводниковой промышленности. Другими словами, как только технология станет конкурентоспособной на рынке, они приложат все усилия для вывода новых чипов на рынок. Встреча закончилась. Ван Чжинфэй закрыл свой блокнот и забрал у сотрудников свой телефон. Он поправил воротник и встал. Лидзе Сюань тоже закрыл свою записную книжку и тихо сказал, но достаточно громко, чтобы человек рядом услышал. Он сказал, интересно, кто разработал этот чип. Даже Куалцом склоняться перед ним. Хотя Ван Чжинфэй знал, что Лидзе Сюань обращается не к нему, он не смог удержаться от смешка и ответил. Верно. Лидзе Сюань посмотрел на него и улыбнулся. Генеральный директор Ван, у вас есть какие-нибудь предположения? Вы же не собираетесь присвоить технологию себе? С чего вдруг у меня что-то должно быть? Ван Чжинфэй покачал головой. До этого момента даже не знал, что так встревожила отрасль. Лидзе Сюань некоторое время пристально смотрел на него. Я думаю, если у него есть больше информации, он мне не скажет. Я не смогу заставить его рассказать мне. После того, как генеральный директор Ван покинул конференц-зал, он сел в свою машину. Ван Чжинфэй сидел на заднем сидении и ничего не говорил. Потом он посмотрел на своего секретаря и, ничего не объясняя, спросил. Я хочу поговорить с академиком Лу лично, можно это организовать? Секретарь замерла. Академиком Лу, вы имеете в виду? Да. Лауреатом Нобелевской премии. Я хотел бы кое о чем с ним переговорить. Хотя Хуави работала с его компанией в сфере аккумуляторов, их все еще разделяла компания Чжуншин в виде посредника. Не говоря уже о том, что профессор Лу не интересовался бизнесменами. Большей частью бизнеса компании управляла женщина. Ходили слухи, что Лу Чжоу весь день проводил либо в библиотеке, либо в лаборатории. Даже его соседи редко видели его. Ван Чжинфэй опечалила, что его связи не могли устроить ему встречу с профессором Лу. Почему же он хотел встретиться с ним? Причина очевидна. Он хотел поговорить с ним о углеродных чипах. Хотя не было никаких доказательств того, что Институт перспективных исследований стоял за этими чипами, его чутье говорило ему, что это определенно их изобретение. Давным-давно он попросил своих людей проанализировать опубликованные исследования Института и попросил их составить график по каждой категории областей исследований. Стало очевидно, что они занимаются изучением углеродных материалов. Не говоря уже о том, что Институт перспективных исследований самый передовой исследовательский институт углеродных материалов. Он был уверен почти на все сто, что за этим стоит Лу Чжоу. Прекрасно сотрудничать с правительством, но если они могут установить связи с ученым, стоящим за этой технологией, то преимущества невообразимы. Не говоря уже о том, что Лу Чжоу гениальный ученый. Даже если не чипы, то с ним выгодно встретиться. Секретарь не ожидала, что ее начальник обратится с такой просьбой. Она не понимала, почему он вдруг захотел встретиться с Лу Чжоу. Однако быстро совладав с собой, она быстро попыталась найти хорошее решение. Скоро в Цзиньлинском университете состоится доклад, где Лу Чжоу ведущий. Глаза Ван Чжин Фэя загорелись. Мы можем получить билет? Секретарь кивнула. Некоторые из них продаются в сети. Ван Чжин Фэй тут же ответил. Купи мне два. Ему нужно лишь немного времени для разговора с Лу Чжоу. Сам доклад его вообще не волновал. Секретарь кивнула все еще ничего не понимая. Хорошо. Ван Чжин Фэй заметил странное выражение своего секретаря и нахмурился. Какая-то проблема. Секретарь покачала головой и улыбнулась. Нет. Просто думаю, как организовать саму встречу. Купить билеты очень просто. Я могу просто купить его у перекупщиков, а если они распроданы, могу позвонить в университет. Уверена, что они с радостью предоставят место генеральному директору Хуавии. Но. Не похоже, что вы поймете его доклад, так зачем же вы идете на него? Ван Чжин Фэй ответил. Не беспокойся об этом, просто достань мне билеты. Это чрезвычайно важно. Секретарь кивнула. Да. Машина тронулась с места. Секретарь посмотрела на своего взволнованного начальника. Ей было любопытно, но она решила промолчать. Похоже, солнце взошло на западе. Мой начальник хочет поговорить с академиком Луа Науки. Когда вы заинтересовались математикой. Может и мне стоит поучить немного математику, чтобы произвести на него впечатление? Однако, когда секретарь задумалась о сложных уравнениях, то решила сдаться. Пока вся индустрия искала исследовательскую группу, которая разработала углеродные чипы. Министерство государственной безопасности уже переговорило с командой профессора о сохранении этого в тайне. Ученые также получили премию в размере 20 миллионов от Института перспективных исследований. Конечно, по соображениям конфиденциальности премию выдали скрытно, из-за чего Лучоу почувствовал жалость. Изначально он выдавал такую премию с целью мотивации других, но поразмыслив над этим, испытал облегчение. О такой сумме непросто заявлять. Даже если Институт перспективных исследований не объяснит, почему выдали такую премию, любой мог догадаться о ее причине. До тех пор, пока Китай не завершит внедрение углеродных чипов в промышленность, они должны держать это в тайне. Институт перспективных исследований также будет сотрудничать с разведывательными ведомствами и попытается отвлечь внимание. Время доклада Лучоу совпало идеально. Весь мир сосредоточился на профессоре Луи Гипотезе Риммана. Дни пролетали быстро. Вскоре наступила середина декабря, а атмосфера в Цзиньлине стала другой. Сначала в аэропорту появился баннер, приветствующий математиков со всего мира. Потом по всему городу прошли пожарные и санитарные проверки, а также от аэропорта до университета привели в порядок внешний вид города. Хоть и немного, но внешний вид города улучшился. Городской муниципалитет очень старался, чтобы произвести впечатление на зарубежных ученых. Однако, чего они не ожидали, так это того, что этим математикам со всего мира было плевать на подобные мелочи. Все их внимание было сосредоточено на докладе, который должен был состояться через два дня. Малина с чемоданом прошла через терминал аэропорта. Она растерянно прошла таможню с приглашением на доклад в руки. Это ее первый приезд в Цзиньлин, а также ее первый раз в Китае. Внезапно она заметила кого-то, кто показался ей знакомым, идущего неподалеку. Она не могла вспомнить, где видела его раньше, поэтому она подошла к нему и спросила. «Здравствуйте! Как мне добраться до Цзиньлинского университета?» Человек улыбнулся и дружелюбно ответил. «Извините, я не отсюда. Я собирался взять такси». «Вы тоже на доклад профессора Лу?» «Да, вы не из Китая?» «Я китайец из Австралии, живущий сейчас в Лос-Анджелесе». Та Теренц улыбнулся и, посмотрев на приглашение в своей руке, организаторы уже забронировали номера в отеле. Скорее всего, нужно просто показать водителю приглашение. Когда Малина услышала про Австралию и Лос-Анджелес, на нее снизошло озарение и она сразу узнала человека перед ней. «Вы профессор Та?» «Верно, могу я спросил ваши». Та Джесюань улыбнулся, собираясь спросить имя Малины, однако он внезапно заметил мужчину в плаще и черной шляпе. Он удивился и временно проигнорировал девушку, с улыбкой помахав своему знакомому. «Профессор Фальтингс?» «Какое совпадение?» «Не ожидал столкнуться с вами в аэропорту». Фальтингс посмотрел на Та и кивнул. «Ты тоже здесь?» Та Теренц улыбнулся. «Как я мог пропустить такой важный доклад?» Фальтингса нахмурился, потом он улыбнулся и спросил. «Да, ты умный парень, поэтому я уверен, что ты пришел с вопросами. Как думаешь, кто прав?» «Пока рано об этом говорить». «У меня правда есть несколько вопросов относительно его статьи. Даже сейчас я все еще пытаюсь ее понять, но...» Профессор Та пожал плечами. «Он не совсем не прав». Фальтингсу не понравился такой двусмысленный ответ. Он собирался что-то сказать, но Малина вышла вперед и взволнованно произнесла. «Господин Фальтингс». Фальтингс наконец заметил ее. Он не узнал ее, поэтому вежливо спросил. «Кто вы?» Малина Абель, ученица Софи Морель. Малина нервно протянула руку. «Приятно с вами познакомиться». Софи Морель, имя показалось Фальтингсу знакомым. Фальтингс вспомнил Софи как кандидата на филдсовскую премию. Однако кандидаты для него не более чем посредственность. На земле среди молодых ученых только трое заслуживали его внимания, и он обратил внимание только на одного из них. «Младшая дочь в семье Абеля, я встречал твоего отца». Малина не ожидала, что ее кумир помнил ее отца, поэтому она взволнованно заговорила. «Когда я была маленькой, мой отец всегда хвалил ваши достижения в алгебраической геометрии. Правда?» «К сожалению, я его толком не помню». Фальтингс посмотрел на нее, а потом отвел взгляд без особого интереса. «Похоже, кроме престижной фамилии, больше ничего не унаследовано». Малина ошеломленно замерла. «Что значит больше ничего не унаследовано?» «Почему вы так говорите?» Таатеринс заметил повисшую в воздухе неловкость, кашлянул и попытался сгладить ситуацию. «Не все сильны в математике, это нормально. Не сильны в математике. Идите к черту. Бесите». Пока самооценка Малины была на грани от двух гениев, в десятках километров отсюда, в Цзиньлинском университете. Профессор Делинь, прибывший в Цзиньлин еще день назад, прогуливался по саду, беседуя с Лучжоу. Лучжоу проводил для своего руководителя экскурсию по своему рабочему месту. Они почти не говорили о предстоящем докладе. Так продолжалось до тех пор, пока они не подошли ко входу в зал, где старик из Бельгии спросил. «Ты готов?» Лучжоу улыбнулся. «Конечно, я достаточно подготовился». Фальтингс один из самых выдающихся ученых после покойного Гаратиндика. «Даже я не могу сравниться с ним. Скорее всего он готов полностью опровергнуть твою работу». «Убедитесь, что ты полностью готов?» Лучжоу спросил. «Как вы думаете, с моим доказательством есть проблемы?» Делинь посмотрела на историческое издание вдали и промолчал, затем аккуратно поправил шляпу, прикрывающую его лысую голову. «Я прочитал твою статью, думаю, ты прав. Но я не уверен. Позволь мне спросить, ты использовал теорию некоммутативных циклических когомологий для описания изоморфного класса плоских модулей?» «Использовали метод гомологии Италия?» Лучжоу кивнул и ответил. «Верно. Делинь, казалось, почувствовал облегчение. Когда я изучал гипотезу Вейля, я подумал о подобном доказательстве. Использовать теорию когомологии для определения производных преобразований фурье. Однако я должен напомнить тебе, что именно вокруг этого, скорее всего, и будут споры». Лучжоу на мгновение задумался над этим и кивнул. «Спасибо. Я это учту». 18 декабря. Аудитория старого корпуса Цзиньлинского университета переполнилась людьми самых разных национальностей и возрастов. В университете редко собиралось столько иностранцев, что не могло не привлечь внимание студентов. Для поддержания порядка и обеспечения безопасности участников даже задействовали почти половину полиции города. Ученый крайне редко получал такое количество внимания. Но опять же, в этом была логика. На докладе присутствовало более 2000 всемирно известных ученых. Были даже тысячи людей, которые не смогли получить билеты, но они все равно полетели в Цзиньлин со своими руководителями. По большей части это аспиранты, которые платили из собственного кармана только за то, чтобы как можно скорее узнать результат. Подобно и сравнимо с крупнейшими математическими конференциями. У входа стояли два студента. Скорее всего, их преподаватели уговорили их поработать здесь в качестве волонтеров, эмоционально наблюдая за таким грандиозным событием. Это прям международный конгресс математиков. Это не он. На этом докладе только два главных героя, так что это скорее битва боссов. Один был самым молодым обладателем филдсовской премии, королем среди молодых ученых, а другой один из отцов-основателей алгебраической геометрии. Два студента смотрели на переполненный вход в аудиторию. Они только недавно вступили в мир математики, поэтому не могли не очароваться такой сценой. У них в голове была только одна мысль. Вот каков обладатель филдсовской премии. Сюй Чиньян, профессор Массачусетского технологического института, случайно проходил мимо и услышал разговор между ними, отчего чуть не рассмеялся. Битва боссов. Интересная аналогия. Внезапно он заметил знакомого и быстро подошел к нему, чтобы поздороваться. Брат Чжан. Давно не виделись. Чжан Шоу, который направлялся в зал, оглянулся и увидел Сюй Чиньяна, отчего удивился. Брат Сюй, какое совпадение, ты тоже приехал. Как я мог пропустить битву между двумя боссами? Сюй Чиньян улыбнулся. Гипотеза Риммана доминировала в мире аналитической теории чисел многих лет. Даже Гратин Дик не смог обуздать этого зверя. Но теперь академик Лу заявил, что добился прогресса. Я уверен, что большинство не пропустит такое грандиозное событие. Будучи лидером среди молодых китайских ученых, он, очевидно, получил приглашение от Зенелинского университета. Но даже без приглашения он приехал бы за свой счет. В конце концов, такая возможность выпадает раз в жизни. Ему будет обидно пропустить это событие. Джан Шоу улыбнулся. Ха-ха, верно, но все выглядит немного напряженным. Сюй Чиньян улыбнулся. Не испытываешь оптимизма насчет профессора Лу? Дело не в оптимизме, просто с Фальтингсом трудно справиться. Профессор Джан вздохнул, как будто начал вспоминать прошлое, а потом медленно произвел. Когда я учился в Принстоне, первое, что я сделал, это пошел к Фальтингсу и попросил у него тему для исследовательского проекта. И что он ответил? Он ответил, я решил простые задачи, остались лишь трудные, как гипотеза Риммана, произнес Джан Шоу. Он посмотрел на математиков, входящих в зал, и переполнившись эмоциями произнес. Прошло много лет с тех пор, как я покинул Принстон. Но в одном я по-прежнему уверен, что на этой планете нет никого, кто понимал бы гипотезу Риммана лучше него. Если он считает, что статья профессора Лу ошибочна. Боюсь, что профессору Лу преподадут урок. Профессор Джан довольно пессимистично смотрел на ситуацию, но его аргумент имел смысл. Многие люди в математическом сообществе думали, что ошибался лишь Лу Джоу. Если Фальтингс действительно считал, что доказательство Лу Джоу было в корне ошибочным, тогда скорее всего Фальтингс прав. Однако, услышав слова профессора Джана, Сюй Чиньян слегка улыбнулся и спокойно сказал. Я познакомился с профессором Лу на конференции математиков в Бразилии. Я немного поговорил с ним. Хотя речь шла только об уравнениях на Вье, Стокса и дифференциальных уравнениях, он произвел на меня огромное впечатление. Джан Шоу нахмурился и с любопытством спросил. Какое впечатление человека, что творит чудеса? Сюй Чиньян продолжил после небольшого молчания. У него есть способность находить даже небольшие зацепки, даже если они скрыты для всех остальных. Я думаю, он мог бы сотворить еще одно чудо. И вот почему я приехал сюда из США. Толпа сидела внутри зала. Любой разбирающийся в сфере математики был бы шокирован от данного зрелища. Здесь сидела почти половина лучших математиков мира из самых различных сфер. Если бы кто-то взорвал бомбу в этом зале, то развитие математики задержалось бы на полвека. Лучжоу в костюме стоял рядом со сценой. Он глубоко вздохнул и попытался привести в порядок чувства. Хотя он давно не выступал с докладами, ему был не чужд этот прилив адреналина. Словно в его венах текла таинственная сила, и эта сила делала его более сосредоточенным и бдительным, чем когда-либо. Он сжал кулаки и собирался снова повторить свою речь. Однако подошел старик в черном плаще. Старик дрожал, когда шел с тростью. Он остановился и пронзительно посмотрел на Лучжоу. Через некоторое время на его лице внезапно появилась искренняя улыбка. «Ты готов?» Лучжоу кивнул. «Готов». Профессор Фальтинг сухмыльнулся. Однако на этот раз в его улыбке не было ни грамма искренности, словно он смотрел на свою добычу. «Очень надеюсь, что ты готов?» Этот вопрос затрагивает весь мир, поэтому я ни капли милосердия. «Надеюсь на это», — ответил Лучжоу. «Мы должны сохранять строгость математики». Хех. Старик поправил шляпу и ответил. «Я бы так делал в любом случае». Вход в зал. Все слушатели в основном уже собрались. У входа стоял сотрудник в черном костюме. Он посмотрел на часы и увидел, что сейчас должен уже начаться доклад, поэтому жестом сказал своему коллеге начать убирать оградительные стойки. Внезапно к ним торопливо подбежали двое мужчин в строгих костюмах. Ван Чжин Фэй быстро достал два билета, хватая ртом воздух, и виновато улыбнулся сотруднику службы безопасности. «Добрый день, вот наши билеты». Охранник явно не узнал Ван Чжин Фэя. Он посмотрел на билеты и холодно сказал. «Вы опоздали». Ван Чжин Фэй искренне извинился. «Мне очень жаль. Были пробки по пути из аэропорта. Я давно ждал этот доклад. Пожалуйста, пропустите нас». Охранник ничего не сказал. Он посмотрел на двух мужчин, после чего проштамповал билеты. Ван Чжин Фэй улыбнулся и кивнул в знак благодарности, после чего перевел взгляд на помощника и в спешке повел его в аудиторию. «Босс, зачем мы вообще тратили время на охрану?» Помощник не понимал. Услышав это, Ван Чжин Фэй ухмыльнулся. «Хочешь знать, почему?» Помощник помолчал и кивнул. Ван Чжин Фэй улыбнулся и указал на вход. «Охрана из газбезопасности, и они умеют делать свою работу». Доклад должен был начаться через несколько минут. Ван Чжин Фэй нашел свое место и сел. Он сразу ощутил необычную атмосферу этого места. Он признавал, что профессор Лу действительно заслуживает звания ученого мирового уровня. По масштабу и по атмосфере доклад совсем не походил на что-то научное. Словно тут должен был состояться симфонический оркестр. И Лу Чжоу собирался выступить на разогреве. Будучи не из этой области, Ван Чжин Фэй не понимал, от чего у него участилось сердцебиение, а ладони вспотели. Словно таинственные математические символы обладали какой-то магической притягательностью. Ему правда нет еще 30-ти. Внезапный вопрос начальника застал помощника врасплох, но потом он кивнул. Согласно информации, да. Ван Чжин Фэй кивнул и ничего не сказал. Спустя какое-то время он указал вперед подбородком и спросил. Кстати, ты понимаешь это? Заметив недоумевающий взгляд помощника, Ван Чжин Фэй все понял и отвернулся. Забудь, сделай вид, что я не спрашивал. Доклад официально начался. В зале воцарилась мертвая тишина. Тысячи пар глаз фокусировались на одном человеке. Лучжоу вышел на сцену и оглядел зал, потом он посмотрел на экран позади себя и медленно заговорил. Уверен, что большинство людей уже прочитали мою статью.